Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 сентября 2016 года среда, по одному из старинных 28-й день месяца завершения лета 7524-го седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет называться так «Звездноплавание». А вы готовы лететь в далекий космос? И автор-сведущий Вадим Чернобров. Здравия тебе, Вадим. Доброго времени суток. Всем, я очень надеюсь, что мы сегодня будем говорить, конечно, и о далеком прошлом, и о недалеком будущем. Я подчеркиваю это слово. Если кто-то думает, что мы грезим какими-то там понятиями недостижимыми, до которых никогда никто из нас не доживет, то я надеюсь, что вы ошибаетесь. Я очень надеюсь, что мы будем говорить о будущем вполне осязаемом. То есть, я хочу вас огорчить, скептики, да, но я говорю о совсем близком будущем. Нет, я хочу сказать, скептики, выключите радио и займитесь более серьезными делами, вам будет неинтересно сегодня. Потому что мы будем говорить о том, о чем, боюсь, что скептиков немножко шокирует. Но, тем не менее, я постараюсь, еще раз повторюсь, не выйти на тонкий лед фантастики. То есть, о фантастике я меньше всего предрасположим говорить, хотя люблю и этих писателей, и этот жанр. Но, тем не менее, сегодня у нас разговор не фантастический. Ну, и радио, наверное, не фантастическое, я уже, наверное, прав. Вадим, вот давай так. Радио у нас разноплановое, то есть, мы любим и то, и другое, и третье, да. Но тебя очень часто обвиняют, опять же, скептики, и ты набрал большое количество как друзей, так и тех, которые тебя как-то вот почему-то не любят. Нормально. Да, это нормально. Это хорошо, что такое есть. Вот они тебя часто обвиняют, говорят, вот пришел Чернобров, сейчас опять фантазировать тут начнет, начинает какие-то там байки у костра рассказывать. Вот есть такое, да? А есть люди, которые говорят, нет-нет-нет, Вадим, это научный человек, он все по науке рассказывает. Ну, давайте первых пожалеем и заранее их отправим смотреть какую-нибудь более реалистичную передачу. Например? Ну, например, о политике. А, ну, в общем-то, скоро. И мудрых политиках. Да, скоро ведь на носу у нас это все делают, да. Так что всех это затрагивает. Идите, друзья, займитесь делом. Посмотрите, кнопочки понажимайте, поголосуйте. Сейчас прям заранее, как это праймерис там всякий, да, устраивает, вот заранее там определите. А мы будем говорить с вашей точки зрения о фантастике. Ну что ж, не буду больше тебя задерживать. Начинаем. Вопрос, на самом деле, уже обозначен в нашем заголовке нашей передачи и сводится к тому, что речь идет о возможности полета к звездам. Как правило, я уже много на эту тему прочитал лекции и докладов среди разной аудитории от малышей, которые, надо сказать, воспринимают идею совершенно спокойно. То есть не то, чтобы там нет скептиков. Я ловлю в их глазах вопрос, а что, собственно, я такого необычного говорю? Ну да, полеты к звездам, это нормально. Я там в каком-нибудь стрелялке, ходилке, в какой-то игре компьютерной. Это уже видел, это освоил там до 17 уровня. Что-то такое необычное они в моих рассказах не видят. Конечно, рассказываю перед разными аудиториями. И вот в зависимости от контингента, в зависимости от профессии людей, основной, которая слушает, я по-разному выставляю, выпячиваю четыре основных вопроса звездоплавания. Вот я их тезисно, естественно, вначале обозначу. Это то, на чем лететь. То есть, соответственно, где те звездолеты, на которых мы будем летать. Когда их построят, кто их построит, за счет чего, за счет каких принципов они будут построены. Второе. Кто полетит? Это мы, это я, это вы, это дети, добровольцы. Какие они должны быть, какие к ним требования. Это, грубо говоря, вот любой желающий, примерно так же, как любой желающий, может купить билет на самолет, на авиарейс, и полететь достаточно так, быть трезвым и иметь минимум багажа. И ты автоматически, так сказать, проходишь в статусе пассажира. Или есть какие-то особые требования. Третий вопрос. Куда лететь? И четвертый, зачем? Вот, как ни странно, какой из этих вопросов главный? Ну, у нас сегодня в передаче обозначен под заголовок, вы готовы лететь? То есть, это прямой призыв, это прямая даже не провокация, а самый настоящий вопрос, не считайте его фантастическим, и помяните мое слово, ну, как минимум, те из наших радиослушателей, кто еще молод, явно этот вопрос будут слышать уже не в радиопередачах, а в каких-нибудь там призывных комиссиях, в рекламах, в призывах с телефонами или там какими-то иными средствами, телепорт связи для того, чтобы, так сказать, призвать новых людей в какие-то космофлота. То есть, иными словами, этот вопрос будет актуален, если не завтра, то, по крайней мере, в ближайшие годы, десятилетия. Я в этом убежден абсолютно точно и, еще раз говорю, готов даже поспорить, если желающие будут, что, ну, хотя бы там в течение четверти века человек отправится за пределы Солнечной системы. Подчеркиваю, именно за пределы Солнечной системы, хотя, конечно, мы еще не знаем точно, графика, не уверены, в каком десятилетии полетит первый человек на Марс. Мы мечтали об этом еще в 70-х, 80-х годах, это было более чем реально, но, как мы видим, человек не полетел до сих пор, и полетит ли в 2010-х годах, это уже не вопрос, это скорее отрицательный ответ, и сейчас правильно задавать вопрос, полетит ли он в 2020-х годах. Вот этот вопрос пока, так сказать, не имеет четкого ответа, но зато я, видите, так легко и уверенно говорю о том, что в ближайшие четверть века не только Марс будет уже среди наших целей, но и более далекие планеты и даже трансплутоновые цели, то есть то, что находится за пределами самой дальней планеты, для некоторых оговорюсь, раньше таковую цель называли трансплутоновой, сейчас, не знаю, наверное, правомощно назвать транснептуновой, ну, не суть. Так вот, в зависимости от аудитории, разные люди по-разному воспринимают эти четыре основных тезиса, четыре основных вопроса. В какой-то аудитории я вижу, люди совершенно спокойно воспринимают на ура разговоры о том, что звездолеты и космические корабли для дальнего космоса реальны, их можно создать там на нетрадиционных или на традиционных принципах, что технической проблемы здесь нет, большой технической проблемы здесь нет, неразрешимых проблем нет, есть проблемы финансирования и проблемы политические, то есть, условно говоря, кто-то должен отдать команду, махнуть стартовым флажком, и в этом случае научно-технический потенциал, наш потенциал умственный, как бы даст плоды очень быстро, и в течение, ну, если делать аналогии, там, допустим, с лунной гонкой или с гонкой на заре космической эры, кто первый полетит в космос, мы помним, что от, буквально, так сказать, от нулевой отметки, то есть, от рытья котлованов и закладки фундаментов космодромов до полета Гагарина проходили считанные годы, то есть, иными словами, для одного поколения, можно сказать, это был, ну, почти мгновенный скачок, для поколения, которое только-только хотя бы накушалось картошки после голодных военных и послевоенных лет, полет Гагарина произошел чуть ли не на следующий день после того, как они впервые покушали сытно обычной картошки с селедкой, то есть, не то, что там объелись деликатесов, нет, голодная страна вдруг в одночасье ощутила себя космической супердержавой, и вот такой мгновенный исторический рывок, он, конечно, мгновенный с точки зрения истории, но может произойти в любой момент, в том числе и завтра, ну, с оговоркой, что он, этот рывок мгновенен для человеческой памяти, для историков, описывающих нашу хронологию, но мы понимаем, что от закладки фундамента, от начала конструирования каких-то космических аппаратов, от начала их выпуска и испытаний до летных испытаний и, в конечном итоге, до первого полета, должна пройти, ну, как минимум, в самом лучшем случае 3-4 года, а на практике обычно этот срок исчисляется 5-7 годами. То есть, иными словами, если даже вот сегодня или завтра там президент какой-то великой державы, будь то Россия, Китай или Америка, на самом деле выбор действительно ограничивается только тремя этими странами, пока что, возможно изменения в этом списке, но если какой-либо из трех президентов пафосно, прилюдно, как это сделал Кеннедик в 60-х годах, или кулуарно, там, где-то на заседании ЦК, как это сделал Сталин или Хрущев, неважно где, если будет дана отмашка, вот с этого момента можно давать, отсчитывать срок примерно 5, ну, там, если с запасом 7-8, ну, с очень большого оговорка 10 лет, вот это срок, который необходим для решения практически любой задачи космического масштаба. В число этих задач может стоять и полет на Марс, который может быть решен раньше, чем за 10 лет, там, лет за 5 примерно, а может стоять и задача полета в сверхдальний космос, это, ну, так сказать, эта задача посложнее, но тоже, так сказать, вполне решаемая. Она, естественно, требует мобилизации ресурсов, в первую очередь экономических ресурсов, то есть на элиту, технологическую элиту, на тех, кто будет заниматься, вот как я в свое время занимался в белых перчатках, собирал космические корабли, и я мог целый день потратить на то, чтобы облегчить ракету там на 10, на 50 граммов, и это считалось очень хорошо, этот труд считался очень квалифицированным, очень оплачиваемым, ну, и именно поэтому в космической отрасли, в космической отрасли шли там лучшие из лучших, и, понятное дело, эти люди, и я в том числе, когда работал в этой отрасли, мы не сели, не пахали, мы не получали получали какого-то, мы не добывали нефти и не добывали зерно и пищу для страны, нас надо было кормить, и таких людей, освобожденных от добычи полезных ископаемых и продовольствия, естественно, для реализации такой программы должно быть много, соответственно, и стоить эта программа должна очень дорого. По разным оценкам расценки очень сильно варьируются, надо сказать, есть и сильно оптимистические оценки, я отношусь вот именно к оптимистам, это люди, которые считают, что слишком больших средств для этого не нужно, нужно решать проблему непосредством привлечения там огромных научно-производственных коллективов, научно-производственных объединений, целых конгломератов, целых государств в государстве, как это было в 60-е годы, когда не жалея сил и средств, не считая денег, просто, так сказать, позволили Сергею Павловичу Королеву создать фактически империю свою собственную в советской стране. Эта империя имела по нынешним меркам практически неконтролируемые средства, ну, такие средства, о которых современные ученые могут мечтать, и вот благодаря этому, ну, конечно, не только благодаря этому, в том числе благодаря этому, советские ученые решили, так сказать, все поставленные задачи, причем в очень короткие сроки, да, не спали, да, не доедали, да, работали на износ, падали у кульманов, много чего, так сказать, можно вспомнить о героизме этих людей, но даже, так сказать, без героизма, даже без того, чтобы люди перерабатывали там в два раза дольше оставались за рабочим столом, даже без этого, наверное, эта проблема решена была бы в любом случае, пусть чуть более длинные сроки, но решена в любом случае, просто потому, что на эту задачу было направлено большое количество средств, и вот по оценкам тогдашних историков, труд которых сложно оценить, надо их пожалеть, надо понимать, что оценить в денежном эквиваленте затраченные средства в советское время было очень сложно, почему, потому что многое из сделанного делалось бесплатно, и тот же труд людей, их переработки тоже никак, как бы сказать, в денежном эквиваленте никак не были обозначены, и вот с такими оговорками оценить масштаб затраченных средств, конечно, сложно, но вот по очень таким приблизительным подсчетам, мой ныне покойный старый руководитель, тогдашний руководитель советской лунной программы Василий Павлович Мишин, мир его праху, он уже умер давно, когда он подсчитывал, сколько Советский Союз потратил на лунную программу, он заявлял такую цифру, 3 миллиарда советских рублей, я не буду оспаривать эту цифру, просто вот возьму ее за основу, за примерную основу, и от нее буду, так сказать, плясать. Американцы подсчитали свои затраты, и им было в этом деле проще, в том плане, что у них все оценивалось, и даже трудовой энтузиазм, который тоже имел место, тоже, так сказать, должен был щедро вознаграждаться в денежном, в долларовом, естественно, эквиваленте, и они подсчитали, что за аналогичную программу, речь идет о пилотируемой программе полета к Луне, по их программе предполагалось, что полетит не менее 10 экипажей на Луну, по советской программе были разные варианты, но как минимум, в случае, если бы, если бы не строились новые ракетоносители, то как минимум три было бы пилотируемых полета на Луну, возможно, больше, поскольку программа развивалась, на стапелях находились заготовки для новых ракет, поэтому по разным оценкам могло, программа могла иметь как три пилотируемых полета минимум, так и несколько, плюс еще несколько пилотируемых полетов и плюс еще создание лунной обитаемой базы. До этого, как мы знаем, дело не дошло. Ну вот в таком усеченном виде эта программа стоила, еще раз скажу, три миллиарда рублей, тогдашних, разумеется, не сегодняшних, а у американцев эта лунная программа тоже в несколько усеченном виде, все-таки они отказались от трех пилотируемых полетов, но ограничились семью, из них шесть достигли цели, соответственно, у них это стоило 25 миллиардов. При этом американцы не были бы американцами, если бы они, как говорят сейчас, не отбили бы эти бабки, они их отработали с лихвой и использовали эту программу как имиджевую рекламу для рекламы своих товаров, для рекламы своего строя, для многих-многих там коммерческих, политических проектов, что называется, у нас в этом плане было бы чему у них поучиться, хотя может быть и далеко не всему. Но, напомню, только на рекламе дутиков, это такая модная обувь тех времен, наверное, старшее поколение помнят, я вот не ходил в дутиках, то ли мне не покупали, то ли эту модную суперобувь, то ли, может быть, уже схлынула эта мода, но, наверное, в Советском Союзе эта мода была не настолько вопиющей, она не дошла до нас в таком виде, в котором завоевала мир, так вот, только на рекламе этой самой моды американцы заработали 75 миллиардов долларов, то есть в три раза больше, чем на всю лунную программу, что говорит о том, что если за дело, за будущую марсианскую или звездную экспедицию возьмутся американцы, вот здесь я плавно подхожу к тому, сколько денег теоретически может на это уйти и хватит ли финансирования там отдельно взятой страны, бюджета одной страны, такой как Россия или Китай или Америка, или нужно вкладываться в это дело совместно, ну, примерно по такому же принципу, как, например, по которому, например, построена станция МКС, в нее вложили усилия и финансы множество стран, и станция фактически представляет из себя некий такой вот дружбу народов ООН на орбите. В общем, полезны достаточно в плане международного сотрудничества такой пример, хотя, конечно, к сожалению, пример не лишенный всех наших политических вот дрязг на Земле, они, так сказать, отдаленно сказываются и на этой луной, пардон, на этой околоземной орбите. Так вот, если за подобный какой-то проект в будущем возьмется Америка, она наверняка посчитает, прежде чем вкладывать деньги, она посчитает, сумеет ли она эти деньги отбить, сумеет ли она воспользоваться в нужном количестве имиджевой или комической рекламой, и, соответственно, стоит ли вкладываться в этот проект. Если они не вложились в этот проект, это говорит только об одном, что это означает, в настоящий момент они считают такое дело нерентабельным. Ну, какой смысл вкладывать, допустим, в марсианскую пилотинговую программу 180 миллиардов? Это одна из оценочных сумм, есть оценки, разнятся примерно от 100 миллиардов до 300 миллиардов, это колоссальная сумма, бюджет далеко не каждой страны вообще, так сказать, фигурует, оперирует миллиардами долларов в год, а тут речь идет о сотнях миллиардах. Ну, вложить, в принципе, эти 100-300 миллиардов, в принципе, вполне возможно, и теоретически это можно сделать в ближайшие годы, но отбить эти деньги и тем более вернуть с многократной выгодой, как это было в годы лунной гонки, видимо, американцы прекрасно осознают, так сказать, эти силы и понимают, что вложение капитала в это предприятие, надо сказать, весьма спорное и весьма опасное и имеющее шанс далеко не стопроцентный быть реализованный, то есть понятно, что любой полет это всегда риск, это всегда не стопроцентная гарантия, поэтому если речь идет о добыче денег, о меркантильных каких-то интересах, то вложение средств, допустим, в какую-нибудь войну средних размеров или в раскачку политической ситуации в той или иной стране или в проведение Олимпиады, ну или еще в какой-то суперкоммерческий проект, политическо-коммерческий или коммерческо-политический проект, гораздо более доходное дело, чем вот такой полет. К слову сказать, я не анекдот сейчас скажу, а один из своих разговоров с представителем сильных мира СИГО как-то вот поднимал в узком составе, когда мы встречались за чашкой чая с одним из богатейших людей России, и вот я напрямую сподвигал его на то, чтобы вложить его деньги, его, так сказать, огромные накопления его замечательной коммерческой империи, да, продляться его светлые годы, вложиться вот в такое богоугодное дело, сделать так, чтобы Россия стала первой, кто пошлет человека на Марс, какой-то будет триумф, как будут славить его потомки за такое величайшее дело и так далее. Конечно, я, как мне кажется, находил много убедительных слов, убедительных для меня. То есть я, когда это рассказывал, я понимал, боже мой, вот если бы у меня были такие деньги, я бы это сделал непременно. Вот, но человек очень внимательно выслушал и сказал мне одну фразу, которая, как бы сказать, меня быстро вернул на землю. Вот все это, говорит, прекрасно, но если я вложусь в чемпионат мира по футболу, я заработаю гораздо больше денег, даже только на рекламе, чем вот на полете первого человека на Марс. И вот, увы, так сказать, его доводы, как вы понимаете, в нашем капиталистическом мире гораздо более весомые и гораздо более действенные, чем тысяча моих доводов. И, наверное, это полностью и точно объясняет, дает ответ на вопрос, почему мы до сих пор не полетели на Луну, почему, я говорю про Россию, почему мы до сих пор не полетели на Марс, я говорю сейчас про весь земной шар, и почему мы до сих пор всерьез не рассуждаем о полетах к звездам. Хотя и то, и другое, и третье, технически решаемая проблема на, по состоянию на сегодняшний день. Так вот, возвращаясь к тому, что я сказал, в разных аудиториях, вот начиная от таких эксклюзивных бесед с сильными мира сего и заканчивая с разговорами с молодежью и детьми, я встречаю иногда деметрально противоположные, иногда очень сильно непохожие друг на друга реакции. В одних аудиториях спокойно воспринимают рассуждения о том, какие звездолеты на основе каких принципов нам нужно строить, но их в этих же аудиториях шокирует сама мысль, что на Земле найдется, цитирую, хотя бы один сумасшедший, который рискнет полететь к звездам, поскольку, ну, это практически дорога в один конец. Таких сумасшедших нет. Я, например, в свою очередь был тоже шокирован, когда на одной передаче, на одном круглом столе, который был собран нигде-нибудь, а в стенах Московского государственного университета, несколько лет назад собрали, как им показалось, специалистов в области космонавтики, пригласили и меня в том числе. И вопрос ставился достаточно просто и принципиально, когда человек полетит на Марс. И к моему величайшему удивлению, подчеркиваю, я был, пребывал после этой передачи в некотором культурном шоке. Оказалось, я среди этих специалистов, я оказался единственным, ну, боюсь сейчас ошибиться, скажем так, почти, наверняка почти единственным человеком, который оптимистически смотрел на идею полета на Марс. То есть все присутствующие не сомневались в том, что это реально, но в том, что найдется хотя бы один сумасшедший и что вообще стоит рисковать дорогими жизнями людей, ни в коем случае этого нельзя делать, вот надо людей беречь и так далее, и тому подобное. То есть героизм, может быть, я сейчас утрирую, но можно было перефразировать результаты этого круглого стола и сказать, что героизм остался в далеком прошлом, и сейчас героев, способных бросить вызов вселенной, пойти как Гагарина и Титов, и Армстронг первыми прокладывать грудью дорогу в звездные дали, чтобы оставить следы на пыльных тропинках далеких планет, вот таких героев ушедшей эпохи больше нет. Вот подчеркиваю, ну, этот шок быстро прошел у меня, хотя бы потому, что в других аудиториях я встречал уже другое совсем отношение, и люди, естественно, никто никогда, и я в том числе не ожидаю, что первый же призыв, кто полетит на Марс или кто полетит звездам, и будьте готовы к тому, что этот полет может явиться полетом в один конец, никто не ожидает, что все как один, так сказать, поднимут руку и сделают шаг вперед. Этого не может быть, это и не нужно. Наверное, если это произойдет, я первый подумаю, что, наверное, люди не совсем поняли, о чем идет речь, и не знают, и не готовы вот к этому действу. Но, собственно, и тогда, я имею в виду 60-е годы, 50-е точнее, когда впервые заговорили о космонавтике всерьез, и 60-е годы, когда решался вопрос о полете в космос человека, но и тогда, я напомню, не было тотального, вот такого 100-процентного шага вперед. Добровольцы вперед, конечно, шаг вперед делали, но всегда, может быть, но только в фильмах, наверное, вперед идет все 100% личного состава. Не надо здесь драматизировать, не надо, там, пафосно в сторону тех, кто не делает этот шаг, бросать обидные слова, обвинять их в трусости или еще в каком-то предательстве. В конце концов, не у каждого есть желание лететь в космос, не надо здесь, подчеркиваю, еще драматизировать. Если у среди 100% населения находится несколько процентов людей, настроенных немножко авантюристично на то, чтобы рисковать своей жизнью ради получения приключений, такие люди, как правило, находятся в любом народе, но количество процентов таких людей фактически характеризует степень мобильности этого народа. Есть разные термины, характеризующие вот эту самую мобильность. это и прогрессорство, это там и способность нации к самопожертвованию, это и способность к завоеванию мира, к завоеванию новых пространств. В общем, политологи, историки разные термины употребляют, но суть, в общем, надеюсь, вы все понимаете, эта суть сводится к понятию пассионарности и понятию экспансии. Если количество людей, способных жертвовать собой, рисковать точнее собой, все-таки надо понимать, что эта жертва не стопроцентная, человек всегда имеет какой-то процент вот в таких операциях, в таких походах, в таких поездках и экспериментах имеет какой-то процент вернуться, какой-то процент не вернуться. Сто процентов вероятности ни в том, ни в другом случае нет. И даже недавно относительно создана в Америке такая немножко авантюристическая, но где-то с одной стороны я понимаю, что это полный авантюризм, а с другой стороны я искренне, честно, так сказать, завидую этим людям, близким мне по духу. В Америке создана авантюристическая программа по полету, безвозвратному полету человека на Марс. Набирают добровольцев со всего мира, в том числе эти отобранные добровольцы есть уже и из России, подчеркиваю, они отобраны, есть целые... Это говорит о том, что среди добровольцев проводится конкурс, то есть количество желающих явно, так сказать, превосходит возможности этой организации, что опять же говорит в пользу того, что как бы не считали скептики, что сумасшедших таких не находится, но практика показывает такие сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Я искренне им завидую, но такие сумасшедшие все-таки находятся. Но почему я завидую, при этом называю их авантюристами, потому что, к сожалению, эта организация действует хоть и честно. Она предупреждает, что не вернет посланных на Марс космонавтов, то есть у них нет для этого средств, в этом плане они честны, но не честны в том, что у них нет средств на самом деле даже для того, чтобы запустить этих людей на Марс. То есть у этой организации за душой нет ни заводов, ни космодромов, ни космических кораблей, но есть, может быть, авантюризм. Может быть, это даже авантюризм за гранью порядочности. Это такие вот современные, боюсь, так сказать, что окажусь прав, но это некие, может быть, даже и проходимцы, которые, так сказать, делают на этом деле шоу. Но если все-таки я ошибаюсь, если действительно они в это дело влезли и по принципу сначала ввяжемся в битву, а там, так сказать, посмотрим, может быть, они рассчитывают на ассигнование, на спонсоров, на его величество случаев, и в этом случае, что называется, еще неизвестно, кто из нас окажется прав, но даже в этом случае, даже если они, эти ли храбрые люди, подписавшие контракт, что они не в обиде находятся на то, что их никто из Марса не будет обратно возвращать, даже в этом случае я почти уверен, где-то они в глубине души надеются, что главное добраться до Марса, а когда-нибудь кто-нибудь другой, автостопом или иным способом их вернет обратно домой, ну, может быть, другое государство, которое пошлет уже по другой программе космический корабль. И, естественно, в этом случае, ну, просто будет бесчеловечно не подобрать этих марсиан, одиноких, и не вернуть их на их далекую, бренную, землеубетованную родину, земля. Вот, то есть, иными словами, даже когда люди реально подписывают в документах или в каких-то, так сказать, обязательствах дорогу в один конец, даже в этом случае предприятие это абсолютно небезнадежно, и вариант, процент того, что человек вернется из далекого космоса всегда есть. То есть, иными словами, несмотря на все разговоры о том, что героизм не в моде, что патриотизм исчез, что пассионарность нашей нации или всего человечества падает, что человечеству гораздо интереснее потреблять, покупать новые гаджеты, новые айфоны, и гораздо интереснее нам купить там туалетную бумагу с втулкой, которая расставляется в воде, чем проводить какие-то опасные и серьезные мероприятия, участвовать в каких-то авантюристических, авантюрных проектах, в конце концов отдирать свой дряблый зад от мягкого кресла, зачем-то, ради чего непонятно, влезать в трясущееся узкое кресло космолета, и ради чего, ведь все то же самое, можно с попкорном в руках увидеть в 3D, в 4D, в 5D и даже в 6D кинотеатре очень красиво, очень заманчиво, теми же впечатлениями, но с гарантией, что через час этого удовольствия вы выйдете на солнечный свет и поедете, так сказать, отдыхать, спать в мягкой теплой постели, а не будете пробираться в узких коридорах космолета, в поисках там сублимированной картошки, последние остатки которой вы растягиваете на ближайшие несколько лет с тем, чтобы, так сказать, пусть отощать, но не сдохнуть окончательно. То есть, понятное дело, для большинства людей, для большинства обывателей вариант потреблять айфоны и жить припеваючи вообще, по большому счету, в обществе потребления, это есть некий вот фетиш, который нам вдолбили в голову. Большое спасибо, если меня слушают представители наших масс-медиа, так сказать, ваша доблестная работа, которую вы вели по оболваниванию нашей цивилизации, возымела свои плоды и новые поколения благодарных вам телезрителей действительно искренне уже понимают, что жить вот в обществе потребления в свое удовольствие гораздо интереснее, чем, так сказать, заниматься какими-то пассионарными рискованными предприятиями. Слава богу, что эти масс-медиа не работали несколько веков назад. Если бы так было, то, наверное, Россия не имела бы такой большой территории, а такая огромная, самая большая территория на нашей планете говорит о том, что наша цивилизация или наша нация, наверное, самая пассионарная на нашей планете. Ну, просто по прямому сравнению. Кто пассионарней, тот и более афантюристичен, тот и больше, и лучше, и охотнее отправляется в далекие путешествия, осваивает, разведывает большее пространство. Ну и, в общем, результат этой самой разведки перед нами налицо. Как сказал наш президент тут на днях, зачем нам расширять свое государство. Я и так из Москвы до Владивостока летел 9 часов. То есть ни один другой президент не может этим похвастаться, что с одной точки страны до другой точки страны летел 9 часов на самолете. То есть такой близко даже к этому другой страны не существует. Но, еще раз говорю, это и есть основное доказательство, что мы с вами, если мы все еще наследники своего народа, что мы с вами все-таки пассионарны. И, следовательно, у меня есть все основания считать, что среди наших радиослушателей есть люди, способные на вот такой пассионарный поступок. Да, у меня пауза. Да, у тебя пауза. Когда ты говорил, что 9 часов летит, мне вспоминается старый анекдот, когда фермеры американские рассказывают фермеру из Прибалтики о том, что вот он там несколько часов едет по своему ранчо, из одного места в другое. И прибалтист говорит, да, у меня когда-то тоже такой был плохой автомобиль. Медленно так ездил. Вот. Я предлагаю нам немножечко отдохнуть, прерваться, потому что уже почти час, как ты рассказываешь, очень интересно. И, наверное, нашим радиослушателям необходимо прийти в себя. Это первое. А второе, тут есть от Владимира Измытища очень содержательный вопрос. Я хочу, чтобы... Я тебя посылал до эфира. Я хочу, чтобы ты все-таки его как-то взял во внимание и во время музыкальной паузы с ним еще разок ознакомился и как-то вот его развил. Как считаешь, можно так сделать? Или ты... Да, давайте так и сделаем. Я, может быть, много уделил внимания тому, найдются ли у нас пассионарные люди, способные на полет в космос. Но о других аспектах, безусловно, мы вот этой проблемой звездоплавания мы обязательно поговорим в следующих частях. Ну и, конечно, в том числе и немножко затронем вопросы, которые обозначил наши радиослушатели. Хорошо. Тогда сейчас давайте я поставлю музыкальную паузу с хорошей песней про траву у дома, вид из космоса. А после этого продолжим разбирать нашу тему сегодняшнего эфира. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 сентября 2016 года среда по одному из старинных 28 день месяца завершения лета 7524 седмица. Звездоплавание. А вы готовы лететь в далекий космос? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор ведущий Вадим Чернобров. Итак, очень длинное послание от Владимира из Мутищ. Надеюсь, осилил Вадим. Ну, а давайте мы позволим радиоведущему прочитать это послание. Наверное, это будет правильней. Потому что... Ну, чтобы было понятно, что это не мои слова, хотя во многом я их и разделяю. Вы не против? Да, в общем-то, не против, наверное. Но оно очень длинное. Даже не знаю, сокращенно в виде читать или нет. Но попробую вот так. Самое главное. Потому что очень длинное. Получится как бы отдельная передача на этом будет строиться. Итак, Владимир из Мутищ. Кто, когда, зачем и на чем человек полетит к звездам? Вопрос интересный, но прежде стоит задать логичный вопрос. Где этот выход к звездам? По моим исследованиям, существует три ответа и множество промежуточных вариаций, показывающих, что в среднем населении нашей планеты можно отнести к потенциально разумным существам с зачатками интеллекта. Вот такое обнадеживающее вступление. Первый ответ примерно 5%. Выход к звездам там, вверху, в небе, в космосе, за границами Солнечной системы. Второй ответ примерно 1%. Выход в космос внутри нас. Такой философский. Третий ответ примерно 94% ответов. Не понял, что? Лично я сторонник второго, пишет Владимир из Мутищ. Надеюсь, вернее, рассчитываю реализовать его. Теперь, когда стало ясно, что 5% населения может примерно показать рукой, где находится то, куда надо лететь, разберем ситуацию подробнее. Первый вопрос. Кто? Мы уже находимся на космическом корабле нашей Земли. Наш космический корабль поделен на отсеки. В одном отсеке мы, в другом делают кроссовки и сливают помои в океан. В третьем отсеке победитель на поле боя поедает внутренние органы побежденного. В четвертом отсеке строят оборону от нашествия захватчиков с балалайками верхом на медведях. На капитанском мостике заперлась группа, которая хочет сама выйти за пределы корабля, сохранив свою власть и спепелить все отсеки в ядерном пожаре. Общее состояние ситуации отражает внутренний мир отдельных членов общества. Нет никакой возможности набрать команду, на которую не спроецировались бы ситуации полного хаоса на планете. Иными словами, любая команда вынесет вместе с собой социальную ситуацию, из которой вышла. И еще иными словами, нельзя набрать умственно-физически здоровый коллектив. Нет шансов, даже если мы его наберем из числа слушателей и гостей Народно-славянского радио. Шутка. Второй вопрос. Когда? Ну, может быть, по вопросам будем разбирать, потому что слишком долгое письмо, и, мне кажется, прям по отсекам... Давайте, действительно, на этом не остановимся, а от этого оттолкнемся. Да, от этого оттолкнемся. Во многом его точка зрения близка к моей, в том плане, что, да, прежде чем лететь в далекий космос и нести, и, ну, как писалось в старых добрых советских книжках, там, добрая, светлая к нашим космическим братьям, прежде чем это делать, надо, извините, самим надо и стать этими добрыми и светлыми. В том плане, что в настоящий момент, увы, на нашем звездном пристанище, кто-то назовет Землю звездным кораблем, кто-то назовет нашим звездным портом, но неважно, в общем, наша цивилизация, мягко уражаясь, недостойна называться космической. Вот то, как зрители, слушатели из Мытища описал, я думаю, что он еще, так сказать, цензурно описал. Но надо все-таки помнить, и я в этом плане подчеркивал всегда, и буду подчеркивать, я оптимист, и, несмотря на то, что в одном отсеке у нас там что-то горит, в другом воюют между собой, в третьем сливают помои в океаны, все это правда, наверное, правда еще страшнее, чем мы об этом знаем, просто мы всего не знаем. Но, тем не менее, люди, которые задумываются о полетах в космос, о связях с незаметными цивилизациями и о чем-то подобном, но, в конце концов, тут есть такой пассаж, что слушатели нашего радио в среднем лучше, чем в среднем по планете. И это тоже, так сказать, правда. А те, кто задумываются о межзвездных полетах, еще лучше. Для примера приведу такой, как мне кажется, исторически очень показательный случай, когда решался вопрос, какую информацию заложить в капсулы Вояджера, а в этих капсулах, в отличие от пластин пионеров, вылетевших, это первые корабли, которые вылетели за пределы Солнечной системы, вот у пионеров были достаточно небольшие пластины, где была очень сжата, короткая такая телеграфная, можно сказать, информация о том, кто мы, нарисованы мы с вами, то есть земляне, нарисовано наше место в галактике относительно ближайших пульсаров. Это место, этот способ нашей идентификации, указания нашего адреса придумали специально для полетов пионеров, то есть до этого просто задачи такой не ставилось, и, кстати говоря, извините за короткое отступление, уже потом, когда спустя десятилетия подобная система идентификации и адресации людей, то есть выяснение координат, где вы находитесь на планете Земля, когда подобная система появилась на Земле с помощью системы GPS, GLONASS, вдруг, ну, по крайней мере, мне, может быть, наверняка, еще кому-то из людей, знающих и о послании пионеров, и о том, как выглядит система GLONASS GPS, у меня возникли четкие аналогии, что и то, и другое похожи друг на друга просто вот до зеркальности. Принципы определения координат по спутникам GPS и принципы определения координат в межзвездном пространстве по, только не спутникам GPS, а по пульсарам абсолютно идентичен. И у меня вполне закономерно возник вопрос. Ну, если мы знаем о том, что кто и когда запускал тот или иной спутник GPS, с какой целью это было сделано, эта программа достаточно, так сказать, хорошо освещалась в прессе, специализированная, по крайней мере, научно-популярная уж точно, то кто создал вот эту систему межзвездного позиционирования, это, конечно, для нас еще большой вопрос, но грех им было не воспользоваться. То есть вполне может быть, что вопрос позиционирования себя на межзвездных трассах для будущих космических полетов, до нас эту проблему уже кто-то решил. Специально искусственные эти пульсары были созданы и разбросаны по галактике, или, так сказать, это сделала мать природа непреднамеренно, но в любом случае грех этим не воспользоваться, и этим обязательно мы будем пользоваться. А может быть, осторожно замечу, может быть, уже давным-давно пользуются до нас. Но я отвлекся, так вот, я сейчас говорю о том, что люди все-таки гораздо лучше, чем в среднем по планете, чем в среднем по больнице. Те, кто занимался подготовкой информации для Voyager, а там помимо пластин золотых, помимо CD-дисков, вот, к слову сказать, у кого на компьютере CD-диски, кто пользуется всякими игрушками, не дай бог там порно-игрушками или что-то в этом роде записывает информацию на CD-диски, знайте, эта система, на которой работает, наверное, полмира, может быть, весь наш просвещенный мир, была придумана специально для связи с внеземными цивилизациями. То есть первый CD-диск был изготовлен для внеземных цивилизаций и погружен в чрево звездолета под названием Voyager и Voyager 2. И вот на этом CD-диске были записаны фото и видеоизображения нашей любимой планеты, как выглядим мы с вами, любимые, красивые, наши танцы. Помимо людей там были изображения китов, некоторых других красивых, замечательных животных. Были звуки, в том числе приветствия на разных языках, в том числе на русском языке и там еще примерно сотни других языков планеты. И было много фотографий, исторических фотографий, черно-белых, цветных, разных наших городов, нашей природы, нашей планеты и многого-многого-много другого. Но там не было принципиально одной вещи. Я надеюсь, вы уже догадываетесь, какой люди, которые готовили это послание, оказались, в моем, по крайней мере, понимании, надеюсь, согласитесь, очень гуманными и дальновидными. Они категорически настояли на том, чтобы там не было ни намека на наши жестокие ошибки, которые мы совершаем. Там не было ни слова о войнах на земле, ни слова о наших каких-то катаклизмах, вызванных искусственно, то есть о каком-то голоде, о каких-то политических дрязгах, о каких-то политических спорах и вообще там ни слова о политике. Если этот CD-диск достанет какой-нибудь инопланетянин и прокрутит, он узнает от нашей планеты только самое хорошее. Это будет вот некий такой рекламный ролик, когда нас зазывают отдохнуть в какой-то стране, будь то Турция или Греция, мы услышим об этой стране только самое-самое хорошее. Вот в какой-то степени такой рекламный ролик был и о нашей замечательной планете. У нас все прекрасно, но есть принципиальное отличие от рекламы. В данном случае это была не коммерческая реклама. В данном случае люди, которые убрали, цензурировали всю военную пошлятину и прочую чернуху, ими двигал просто как минимум человеческий стыд. Им было стыдно за нашу планету, за нашу цивилизацию, и они надеялись, и здесь я с ними полностью солидарен, что к моменту, когда это будет актуально, когда инопланетяне наконец с нами наладят контакт, мы решим эти проблемы. Мы уже будем гораздо лучше, среди нас не будет этих придурков, разжигающих войны, и вообще, как бы сказать, мы станем действительно достойными. Вот, так что я оптимист не потому, что считаю, что мы такими станем завтра. Увы, после запусков «Войджеров» прошло уже почти полувека, ну, без малого, увы, мы не стали таковыми. И, похоже, ну, если судить по количеству войн, похоже, мы становимся еще хуже. Не знаю, то ли Советский Союз как сдерживающий фактор исчез, то ли последние мозги исчезли, но, не знаю причину, но количество войн действительно де-факто растет, и нет тенденции к какому-то умиротворению. Но, тем не менее, очень важный момент. Вопрос, который понял радиослушатель, о том, кто полетит, кто полетит, как я уже говорил, и неоднократно буду говорить, безусловно, среди тех, кто полетит, не будет, ну, условно говоря, недобровольцев. Это недобровольцам быть, звездолетчикам или космонавтам, недобровольцам быть невозможно. Их таких людей не было вообще в истории. Я никого не знаю из нынешних космонавтов, из космонавтов прошлого. Я их знаю достаточно много. И в космопоиске они есть, и космонавты очень сильно пожилые. И даже некоторые уже умерли, основатели космопоиска, Береговой, Севастьянов и некоторые другие космонавты. Некоторые живы, такие, как Георгий Михайлович Гречко. Есть космонавты, которые еще работоспособны, еще могут полететь не в первый и не в последний раз. Вот сегодня сел скрипочка, с которой мы общались на темы фотографирования, наблюдения аномальных мест из космоса. Вот я не знаю, так сказать. Он привез в своем багаже, человек, который приземлился несколько часов на нашу бренную планету, привез ли он в своем багаже фотоснимки аномальных мест или нет. Ну, понятно, это не самое срочное, о чем он сообщит после того, как вступил на нашу Землю. Я пока не знаю этого. Было бы интересно. Ну, естественно, и мне любопытно тоже. Так вот, среди космонавтов вчерашнего и сегодняшнего дня и среди космонавтов будущего, а я уверен, что среди наших радиослушателей есть космонавты будущего, звездоплаватели будущего. Ну, хотя бы один, но есть. Вот в этом я убежден на 100%. И еще больше убежден, что это космонавт, звездоплаватель, доброволец. Недобровольцем путь заказан. Значит, кто хочет, вот в связи с тем, как изменяется психология человека при полете в дальний космос, как изменяются его предпочтения, как изменяются жизненные настройки, жизненные ценности. Даже в случае, предположим, что все 100% космонавтов, отправляющиеся в дальний путь, в дальнюю дорогу, это исключительно люди-добровольцы, даже в этом случае возникают большие вопросы относительно того, все ли сохранят вот такой оптимизм и рабочий настрой к концу долгого полета. На Земле уже проходили эксперименты, когда невольные и вольные эксперименты, когда максимально люди, советские, российские космонавты, пребывали в космосе на орбите по году, по полтора года. Это уже достаточно для того, чтобы осуществить полет на Марс. И даже, если очень быстро, то можно даже туда и обратно успеть вот за этот срок. Я имею в виду на современной технике, на перспективной, этого более чем хватит и для полета к звезде. Но для полета на не очень перспективной технике к звездам нужны, конечно, годы. И в этом плане у меня есть большие пожелания к радиослушателям, к тем, кому интересна эта тема, и в первую очередь к тем, кто настроен лететь в далекий космос, почитать либо научно-популярные работы на эту тему, на тему работы, которую делали, например, в рамках проекта «Марс-500», когда закрывали участников эксперимента на 500 дней, имитируя их полет на Марс, туда-обратно. Это происходило, в общем, в двух шагах от московского метро, но, тем не менее, люди находились действительно в жесткой достаточно изоляции. И не скажу, что им было сладко и комфортно, там бывало всякое, доходило иногда и до вопросов, а что я здесь делаю вообще, а что вы здесь вокруг меня делаете, и так далее. Всякое бывало. Кому интересно потрогать, пощупать себя, насколько вы способны в экстремальной ситуации, полет в космос, это всегда экстремальная ситуация, попробовать себя, как вы выдержите ли вы этот полет, я таких людей, во-первых, приглашаю в далекие экспедиции космопоиска, далекие, ну, пока не ограниченные размерами планеты, там, куда-нибудь в тайгу, в пещеры и в другие места, у нас были, а может быть, и будут эксперименты, в пещерах мы проводили с массовым, там, с привлечением десятков, вот, максимально было 55 человек за один раз, но были немало экспериментов, когда, там, по несколько десятков человек мы заводили в пещеры, и несколько дней жили в них достаточно агрессивная, достаточно неприятная внешняя среда, в которых, не знаю, один день, наверное, идет за несколько дней, и люди, вот, надо сказать, конечно же, не все, да, ходят, доживают до конца, доживают до конца все, простите, но не все, доживая до конца эксперимента, сохраняют рабочий настрой, и не падают духом, и в состоянии, в конце концов, выполнить до конца, там, какую-то научную программу, просто элементарные измерения, то есть, мало ведь выдержать, как заключенный в тюрьме, выдержать свой срок, отмотать, важно, отмотав этот срок, извините за вульгаризм, выйдя на свободу, на чужой планете, еще помнить, помнить, зачем ты прилетел, ради чего ты сюда делегирован, и что тебя ждут, выполнить в полном объеме, вне зависимости от того, сохранилось у вас хорошее настроение, сохранилось ли у вас здоровье, или вы там чихаете турбоколезом через раз, вам нужно выполнить миссию практически любой ценой. Кому интересно, я могу передрисовать вас к работам, изучающим последствия, возможные последствия, от запуска больших колоний в космос. Когда появился проект колонии О'Нейл, О'Нейл это инженер, который придумал колонии, способные лететь к звездам, пусть и с небольшими скоростями, ну, в тот момент, когда он придумал, это было полвека назад, о околосветовых скоростях полетов, и даже сверх, а тем более о сверхсветовых скоростях, еще кроме фантастов, никто не мечтал, поэтому он предложил, раз мы не можем быстренько слетать туда-обратно, то давайте к звездам пошлем большую колонию, которая будет медленно, но уверенно жить, размножаться, плодиться, там, жениться, люди будут заниматься своими делами, воспитывать новые поколения, и меж тем, одновременно лететь к далекой звезде, при этом, естественно, что к далекой звезде прилетали имеют шанс прилететь, долететь, далеко не те поколения, которые помнили о нашей земле, которые ходили по нашей земле, которые добровольно вступили на на палубу корабля, все остальные поколения, родившиеся на этой самой палубе, естественно, фактически подневольные участники этих событий, их желания никто не спрашивал, и сохранится ли желание выполнить волю своих далеких предков, попав на эту планету, на некую планету, которую предстоит исследовать, и сохранится ли у них желание вернуться, не остаться на этой планете, и отправиться обратно к своей планете родительнице, это, так сказать, большой-большой вопрос. Еще я для желающих могу напомнить и передрисовать вас к группе, которая есть в контакте, к группе, которая называется «Звездоплавание. космопоиск», она была начата в прошлом десятилетии, эта группа, именно как группа «Эксперимент», то есть ее название «Звездоплавание» полностью отражает, наверное, это единственная группа в контактах, ну, по крайней мере, самая большая, точно, посвященная «Звездоплаванию», и если вы зайдете в эту группу, если вы никогда, так сказать, в ней не были или мельком, может быть, смотрели, вы, может быть, не обращали внимания, но обратите обязательно, модераторы в ней обозначены не как там модератор 1, модератор 2 и так далее, а как члены экипажа. Значит, эта группа была придумана как, именно как эксперимент по, конечно, слабому, но, тем не менее, воссозданию атмосферы внутри коллектива «Звездолета». То есть, вот, когда-то, много-много лет назад, теперь уже, можно это сказать, это было в прошлом десятилетии, появилась идея собрать такой виртуальный коллектив людей, которые не прочь хотя бы виртуально отправиться к «Звездам», но я больше, чем убежден, все собравшиеся не прочь были и лично полететь к «Звездам», если бы такая возможность на тот момент была. Но предположение на тот момент, вот такое условие эксперимента состояло в том, что мы набираем коллектив добровольцев, к слову сказать, он набирался активно и открыто, то есть любой желающий мог написать, правда, желающих было не так много, люди недоверчиво к этому относились, но, тем не менее, около двух десятков людей набралось, и эти люди были внесены в списки корабля, и большая часть из них до сих пор там существуют в виде виртуальных членов экипажа. Задача этого социального, социологического эксперимента состояла в том, чтобы доказать, прежде всего, самим себе, ну, каждый, естественно, доказывал себе, насколько он в состоянии сохранить прежние цели жизни на протяжении многих лет виртуального полета. Конечно, каждый, наверное, не прочь был бы, любопытно каждому было узнать, сохранятся ли его жизненные интересы через энное количество лет виртуального полета, и не окажется ли так, что спустя там десятилетия вот такого эксперимента человек искренне сам себе задаст вопрос, а нафига мне это нужно, зачем я ввязался в этот, в эту авантюру, но, сами понимаете, в виртуальном эксперименте последствия такой ошибки, ну, не более, чем твой личный казус, а подобный казус уже в настоящем полете, это, наверное, не просто трагедия, это уже не успех всего эксперимента. Я не буду комментировать результаты этого эксперимента, который все еще, так сказать, виртуально продолжается, но участники этого эксперимента все еще живы, все участники еще живы и здоровы, но, как вы догадываетесь, далеко не все все еще, так сказать, мечтают о полетах к звездам и сохраняют прежние жизненные ценности, у кого-то они сильно изменились, у кого-то изменились условия, кто-то, может быть, разочаровался в жизни, ну, естественно, я не комментирую каждого человека в отдельности, каждый решает относительно себя сам, как бы, вот, сохранил ли он эту, эти свои идеалы прежние, не изменил ли он своей мечте, не изменил ли он своим, собственным, жизненным ценностям, ну, может быть, я слишком пафосно сказал, скажем так, не изменились ли эти его жизненные ценности, не надо говорить, что он изменил им, может быть, действительно, он стал умнее, в конце концов, и разумнее, и понял, что ошибался, что гораздо важнее ему в жизни было этому человеку заняться чем-то другим, а не такими глупостями, как полет в космос, но в любом случае, это эксперимент, и, возможно, кто-то еще сделает диссертацию и научную работу на основе этого эксперимента, для меня вот в первом приближении ясно одно, что мало иметь просто добровольца, который выйдет из строя, или вот условного нашего радиослушателя, который сейчас вот послушает нас и скажет, а что, а я тоже могу и тоже хотел бы, а запишите меня в звездоплавателе, вот мало нам такого человека иметь, видимо, кстати, здесь слово должно предоставлено быть, первая скрипка должна предоставлена быть психологам, а наши психологи, работающие в институте авиационной космической медицины, я с этим институтом некоторое время дружил и сотрудничал, там действительно люди знатоки своего дела, и они знают, о чем идет речь, и хотя бы то, что ни одного плохого космонавра они не пропустили в космос ни одного плохого человека, все космонавты, которых я знаю, это такое ощущение, это, так сказать, все есть элита человечества, спасибо, конечно, им тоже, я имею в виду самим космонавтам, и спасибо обязательно, надо сказать, психологам, которые вот не пропустили ни самых лучших представителей нашего человечества в космос, что касается космонавтов с другой стороны, с другой, с других стран, здесь не все так просто, и жизненные ценности наших космонавтов, самых лучших из лучших, вступали уже не раз в противоречие с жизненными ценностями, так сказать, астронавтов иных стран, и были конфликты, о которых, так сказать, не принято широко говорить, доходило дело до рукоприкладства, был случай, когда два советских космонавта во время пожара на станции занимались борьбой за живучесть, борьбой с пожаром и победили его, хотя, откровенно говоря, шансы были невелики, а когда они закончили эту борьбу за живучесть корабля, надо сказать, действительно, они герои вне всякого сомнения, первое, что они сделали, они нашли третьего члена экипажа, им был американский астронавт, и здорово его, так сказать, отметелили за то, что он позорно бежал с поля боя, к слову сказать, согласно всем действующим инструкциям, он не то, что позорно бежал, он единственный, кто выполнил инструкцию до конца, и вот в такой критической ситуации убежал, спрятался в спускаемом аппарате, поскольку, согласно всем регламентам, станция была обречена, и надо было в такой ситуации не обреченную станцию, безнадежную станцию спасать, было, так сказать, понятно, что даже три космонавта ее не спасут, а нужно было спасать свои жизни, что американский астронавт и сделал, но два советских, вопреки инструкции, то, что не могли сделать три космонавта, это сделали и спасли станцию два космонавта, вот такие, так сказать, такие и разные другие инциденты были, и, в общем, ну, так они немножко иллюстрируют то, что мало быть добровольцем, видимо, так сказать, нужны какие-то иные качества, которые, а, позволят человеку разумно сочетать риск, рисковость, способность жертвовать в случае чего с собой, способность пойти на огромные риски, она обязана быть у человека космонавт не может быть человеком нерисковым по определению, но, что называется, не до фанатизма, рассказывают, что космонавты, которые так неосмотрительно говорят о том, что они готовы лететь в один конец, бракуются на начальных этапах собеседования, то есть, если будете проходить такие собеседования, знайте, что отвечать на этот вопрос положительно нельзя ни в коем случае, то есть, если вас провокационно на собеседовании спросят, готовы ли вы полететь на Марс в один конец, в случае, если вы скажете да, вам будет полет на Марс закрыт, ну, то же самое, наверное, будет касаться и собеседования для полета к иным звездам, ответ, ну, лично меня это возмущает, откровенно скажу, потому что, на мой взгляд, лично я, так сказать, без вопросов готов, но с точки зрения психологов, я согласен, абсолютно, наверное, это действительно вопрос провокационный, его, может быть, надо было не так провокационно ставить, смысл этого вопроса заключается в том, что человек, астронавт, космонавт, звездоплаватель, отправляясь рассчитывать, что он не только выполнит задачу, не только накроет грудью амбразуру, положит свою жизнь на алтарь науки, а он обязательно вернется, он, конечно, понимает, что это не гарантия, но он должен до последнего бороться за эту жизнь, а не, так сказать, фаталистично понимать, ну, главное, так сказать, долететь, а там хоть застрелиться, хоть, так сказать, медленно отползу в сторону и сдохну. Это примерно то же самое, я такую аналогию проведу, что среди бойцов, которых отправляют в атаку, не должно быть тех, кто отправляется грудью за закрытием бразуру, солдат должен до последнего стремиться к тому, чтобы не погибнуть, а победить противника, остаться живым, но в случае, что называется, вот какой-то там безвыходной ситуации уж действительно нужно закрывать, видимо, и грудью, но подчеркиваю, это действительно должен быть именно безвыходный случай, когда возможности иного решения вопроса нет, вот человек, который изначально рассчитывает только на такой фаталистичный героический свою погибель, он вероятнее всего один из самых нежелательных звездоплавателей, я сказал лишь об одном, так сказать, психологическом моменте, который на который делают акцент внимания психологи, наверняка к моменту, когда начнется отборы будущих звездоплавателей или космонавтов, летящих к дальним планетам, наверняка там уважаемые психологи подготовят целые фолианты подобных провокационных вопросов, но это их работа и я надеюсь, они знают, разбираются в своем деле получше, чем я и отберут не просто лучших из лучших, не просто тех, кто готов на все и все, а тех, кто не просто готов, а тех, кто потенциально выполнит задачу с минимальными рисками для себя, не потому, что с моей точки зрения ценится его личная или моя личная или чья быта личная жизнь, а потому, что жизненный ресурс на корабле, ресурс экипажа, он конечен и это самый важный элемент любого звездолета, любого космического корабля, и беречь этот жизненный ресурс означает беречь саму миссию этого корабля, саму поставленную задачу, ну, извините за вот такой вот примитивизм и абсолютно в моих словах абсолютно отсутствие какой-то там романтики или человеколюбия, я вот в данном случае к человеку отнесся как к ресурсу, но подчеркиваю, все ради победы, все ради поставленной задачи. Хорошо, такой развернутый ответ дал, я боюсь, тут у нас несколько пунктов у Владимира в вопросе, кстати, вот когда мы говорили про международные какие-то отношения, у нас же есть объединенные нации, ООН, и вот как бы так устав, как бы вот слово дурацкое, оно в данном случае подходит, есть такой устав у них в ООН, и там глава пятая, вот кто хотите проверьте, глава пятая, совет безопасности, состав, статья 23, так вот внимательно слушайте, совет безопасности состоит из 15 членов организации, Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенные Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и Северные Штаты, Соединенные Штаты Америки, являются постоянными членами Совета Безопасности, то есть, подчеркиваю, после Франции Союз Советских Социалистических Республик, ну это так, слово просто информация, ну что, вторая часть вопроса, да, второй вопрос, теперь дальше Владимир Замутевич задает вопрос, когда, тогда, когда будут выполнены следующие два условия, первое условие, возможность концептуально организовать развитие человеческого общества, в том числе для выхода в космос, сейчас концептуально на планете ведут борьбу две силы, первая стремится сделать население максимально однородным, за исключением правящей верхушки, вторая хочет сохранить максимальное разнообразие и равноправие всех человеческих родов, когда борьба будет завершена, победой одной из сторон, тогда первое условие выполнено будет, второе условие, когда человечество будет в состоянии освободить от себя планету для возможности развития иных существ, зачистив при этом следы своего пребывания на планете достаточным образом, хотя для этих нужд отлично подойдут бесчисленное количество нано-роботов, объединенных в вычислительную сеть с равными правами каждого узла. Цель этой сети физическое уничтожение объектов, отождествляемых с имеющимися описаниями объектов в базе физического в базе данных этой сети. То есть, практически все, что создал человек, за исключением разве что мегалитов, ибо они похожи на камни. Полная переработка отходов цивилизации в труху. Кстати, пружинки с реки Нарада я считаю, предполагаю, элементами на роботов-бурильщиков, потерявших внешнее управление по геологической причине. Банально завалило камнями при землетрясении и не успели самоликвидироваться. Вот, когда люди поднимут в несколько раз уровень своего интеллекта и будут в состоянии оставить после себя планету чистой, вот тогда пространство Солнечной системы может стать нашим новым домом. Вот такой второй вопрос с такими пояснениями. Очень развернуто, хотя, надо сказать, в точке зрения радиослушателей есть и такие провокационные конечно моменты очистить, задача очистить от себя планету. Ну, кому понравится такая постановка, хотя, как говорят искусствоведы, без провокации нет искусства, потому что пока не спровоцируясь человека перед каким-то вызывающим, как кажется, для человека и вопросом, человек, ну, грубо говоря, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот пока не скажешь ему, что задача очистить от нас людей землю, если до человека дойдет смысл этой фразы, я думаю, что, ну, как минимум, он задумается. Я надеюсь, радиослушатель не считает эту задачу достойной для себя лично и для нас, но задает ее для того, чтобы мы вообще задумались зачем. Так вот, вопрос правомощный. Когда? Я в самом начале, говоря о том, когда это может быть, исходил из сугубо коммерческих, экономических, точнее, причин. Как мы понимаем, мы живем в коммерциализированном капиталистическом мире и понимаем, что пока, грубо говоря, кто-то не заплатит, вот, с неба не свалится, никто нам не придет, не подарит возможность звездоплавания. То есть, за все нужно платить. Так, по крайней мере, нас приучили, приучают по последней четверть века. Вот. И, соответственно, пока не выделять финансирование, можно бесконечно долго об этом разговаривать. И я сказал, что есть еще, так сказать, множество экономических причин для возникновения оной программы. Эти причины, в частности, должны быть, заключаться в том, что сильные мира сего должны либо, оценив риски и возможные прибыли, сказать себе, что это предприятие, эта программа, этот проект прибыльный и стоит сюда вложиться. Либо, второй вариант, кто-то из сильных мира сего поймет, наконец, что не только нефтью, золотом и прочими, так сказать, девайсами ограничиваются жизненные ценности, а есть нечто гораздо более важное, чем фьючерские показатели на биржах и количество твоих миллионов исчисляемых нулями. И, надо сказать, такие люди есть, и даже в России таковые есть, и периодически к нам заходят люди, которые, казалось бы, уже добились всего и вся в этом мире, которые способны прокормить себя и своих потомков на многие-многие годы вперед, но этими людьми движут уже движут совсем другие интересы, поиски смысла жизни, поиски смысла существования цивилизации, какие-то высокие материи, ну и, что называется, я совсем не исключаю, что в конце концов среди них найдутся люди, способные финансировать вот такие вам, конечно, авантюристические кому-то может показаться проекты, но, тем не менее, чрезвычайно важные и чрезвычайно перспективные, в этом я ни на секунду не сомневаюсь, и есть еще третий момент, связанный с величиной финансирования, опять же, мы изначально, когда говорил, что возможно, марсианская программа стоит от 100 до 300 миллиардов современных американских тугриков, при этом я делал, не делал акцента на том, кто эти миллиарды планирует освоить, у нас появилось такое слово, уже понятно, даже детям, слово освоить вложенные средства, и мы понимаем, что для того, чтобы состоялась программа полета на Марс, нужно, внимание, не выделить, а нужно освоить сумму порядка 300 миллиардов американских тугриков, но в реальности эта сумма гораздо меньше, ну, как минимум, в разы меньше, а может быть, даже на порядке меньше, и вот как данность последних лет и данность этого года еще пока далеко не всеми осознанная, данность, о которой знают очень ограниченное количество людей, но вот я открыл для себя, так сказать, этот мир, эту возможность, и оказалось, что современные небольшие научно-технические фирмы, возникшие, они, в общем-то, всегда существовали и во времена первых советских кооперативов, помните, была такая череда сумасшедших таких нововведений, они прошли через горнила беспредела 90-х, большая часть сгинула в этом беспределе, но появились и новые мелкие, мелкие, если говорить о количестве задействованных людей, но гордые, если говорить по решаемым научно-техническим задачам, появились небольшие научно-технические фирмы у нас в стране, которые, как показывает практика, более мобильны, более раскрепощены в своих возможностях, они не зашорены в каких-то фундаментальных кандалах прежних взглядов на навязанные, так сказать, представления о мире, о физике, они не связаны там сильно с бюрократией, и, в общем, вполне, как показала практика, как показали их достижения этого года, их достижения во многом обгоняют достижения крупных монстров научно-производственных объединений, которые до сих пор, так сказать, вполне конкурентно способны, когда речь идет о производстве и выпуске серийной уже обкатанной продукции, о производстве там самолетов, артиллерии и подводных лодок, но когда речь заходит о испытаниях каких-то установок по телепортации, по сверхбыстрой связи, по использованию полевых принципов, электромагнитных полевых принципов создания тяги и прочих элементах будущих перспективных аэрокосмических транспортных средств, вышеперечисленным просьба не усматривать элементы фантастики. Все, что я сейчас сказал и о телепортации, и об электромагнитных полевых движителях для аэрокосмических транспортных средств, это данность сегодняшнего дня. То есть некоторые небольшие научно-производственные фирмы действительно в нашей стране работают в этом направлении, работают достаточно успешно. То есть какие-то первые результаты на этой почве есть. если кто-то думает, что нас отделяет, раз не пришел заказ в НПО имени какого-то известного советского деятеля, всем известное научно-производственное объединение, если ничего не знает о работах в области телепортации, из этого вовсе не следует, что в нашей стране никто этим не занимается. Да, коллективы заводов и НПО, где там работают десятки тысяч человек, об этом знать не могут, а на соседней улице небольшая фирма, где трудятся там один, два, три, десятка людей, вполне могут позволить себе этим заниматься, причем по заказу государства, по заказу военных или научных организаций. нравится кому-то или нет, но вот такая конкурентность между старыми огромными монстрами и малыми организациями, она уже сейчас идет, чем она закончится, естественно, никто не знает, но вполне может оказаться так, что задача по выходу в далекий космос, которая требует вложений и, внимание, освоения нескольких сотен миллиардов долларов, может быть, эта же самая задача может быть решена силами гораздо более скромными и, соответственно, и деньгами гораздо более скромными. И в этом случае вложений требуются не сотни миллиардов, боюсь назвать нижнюю какую-то планку. Есть такие рекорды, иногда демонстрируют особые умельцы, как два шведа строят космическую ракету, имея финансирование, которое они собирают в интернете в размере всего нескольких тысяч долларов. И при этом, судя по видеоотчетам, у них вполне получается продвигаться и наверняка они рано или поздно запустят космическую ракету. Так что то, что вначале я говорил, может быть, кого-то напугав огромными суммами, которые вот-вот будут затрачены, ну, требуются затратить на эту космическую сверх авантюрную операцию, вполне может быть так, что вот благодаря новым экономическим условиям и новым техническим новшеством электроники, новым наноматериалам и прочим новшеством, которые удешевляют конструкцию и весь проект, благодаря этому решить проблему полета на Марс можно оказываться вполне силами какого-то частного спонсора средней руки, то есть вовсе не олигарха из первого списка ФОПС, из верхних строчек списка ФОПС, далеко не финансированием на общегосударственном уровне, это первый вариант, а второй вариант может быть и на государственном уровне, но для этого, так сказать, нужно, чтобы сложились нужные экономические условия, нужны политические условия, например, достаточно одной из стран заявить о том, что она начинает космическую гонку к Марсу, к слову сказать, по секрету скажу об этом уже не громко, не сильно громко, но уже гласно заявил Китай, который не скрывает, что он собирается быть первым на Марсе и водрузить первым на этой красной планете свой красный китайский флаг, но поскольку, так сказать, еще не до всех тугодумов это дошло, формально космическая гонка еще не началась, но как только, так сказать, обыватели и, главное, тугодумы политики в других странах, в первую очередь в Штатах и в России поймут, то встанет вопрос, либо вы, мы все соглашаемся с тем, что первым человеком на Марсе будет китаец, либо начинается новая космическая гонка на новом этапе, то же самое ждет человечество в случае, если человечество решит, хотя бы две страны минимум, решит первым послать человека в далекий космос, за пределы Солнечной системы, то же самое подчеркиваю, и вот эта космическая гонка, то есть гонка, при которой ради достижения целей уже естественно не считают затрачиваемых сил, уже никто не кричит, что это слишком дорого, это слишком накладно, и стоимость высадки там человека на Марс, это слишком дорого обходится экономикой, лучше накормить пенсионеров, голодных собак, и провести чемпионат мира по там какому-нибудь, даже не беру святые слова, чемпионат мира по футболу, боже упаси, на этом экономить, вот если начинается гонка, то разумеется, она сопровождается подъемом патриотизма, так сказать, накачиванием мнения, что все для победы вот на этом поле соревнования, естественно, вот подобные соревнования, подобные гонки, с одной стороны, невозможны в случае обострения конфликтов и войн, ну, кому придет в голову вообще всерьез говорить о полете на Марс в случае, если не дай бог начнется какая-то крупная война или тем более мировая война, что называется тут не до жиру и мы помним, что во время там предыдущих мировых войн сверстывались научные программы, которые напрямую не работали на оборонку, а в данном случае это вопрос, что называется, весьма неоднозначный и может ли работать вот некоторые программы на оборонку, некоторые космические программы, это большой-большой вопрос, некоторые еще как могут и может так оказаться, не дай бог, что в случае обострения мировой конъюнктуры, в случае приближения мировой войны, а в общем мы как раз в таком ожидании, если честно, сейчас и находимся, вот в таком шатком равновесии на грани не дай бог ядерного или какого-то иного военного конфликта, и именно вот такое шаткое предвкушение новой войны, которое обязательно, а война всегда подстегивает техническую гонку, хотим мы это или нет, но техника, как принято считать, я от многих историков техники слышу эту фразу очень часто, эта фраза звучит так, что война подстегивает технический прогресс, но эту фразу я только обязательно уточняю, это касается тех областей техники и науки и техники, которые востребованы в военном деле, соответственно, ну, если, пардон, там, какая-то сугубо мирная научная дисциплина не дает перспектив создания оружия или использования в военных целях, то, конечно, в момент войны понятно, что ею пренебрегать. Например, вспомните такой показательный пример, он показателен не тем, что был только в Германии, в фашистской Германии 40-х годов, он, наверное, в том или ином виде был во всех странах и в Советском Союзе тоже, просто историки фашистской Германии про этот факт знают, а историки, изучающие Советский Союз тех лет и другие страны тех лет, видимо, так сказать, не докопались до этого закона. В Германии был принят закон на уровне Гитлера, что все научные разработки, которые не несут перспектив создания оружия в ограниченные сроки, то есть год-два должны быть прекращены. Именно на этом основании якобы, вопрос спорный, но якобы, так сказать, именно на основании этого предпочтения были прикрыты ядерные программы, перспектив, в которых якобы Гитлер не видел. Ну, подчеркиваю, что там было прикрыто и в какой степени это вопрос второй, но вопрос кажется очень прагматичным и вот переносясь из 1940-х годов в наши 2010-е годы, ну, очень скоро 2020-е, я могу экстраполировать и сказать, что многие, если, конечно, не все, но многие научные программы, которые ведут свои работы в области так или иначе звездоплавной, надо сказать, не все ученые, которые работают в этой области употребляют это слово, но если некая российская научная фирма, ведущая разработки в области телепортации, вот эти эксперименты готовят и проводят именно по телепортации, а не по окрашиванию ткани в текстильной промышленности, не по созданию растворяемой втулки для туалетной бумаги или там еще для какой-нибудь другой глупости, если вы ведете работы в этой области, то так или иначе знайте, вы работаете в области звездолетных технологий, запомните этот термин, общепринятый он и нет, вопрос второй, но звездолетные технологии это то, что объединяет технологии, которые могут пригодиться для полета, для перемещения, для связи на межзвездных расстояниях, так вот, если военные считают своим долгом поощрять и помогать вот этим самым разработкам, то может так оказаться отсутствие мирной ситуации у нас на планете, вот как сейчас, может оказаться сработает в прямо противоположном направлении, то есть вместо того, чтобы ждать, когда в мирной ситуации человечество освободит свои ресурсы, которые тратили на безумные разрушительные абсолютно непрогрессивные войны, вот ждать, когда человечество полнеет, освободит эти деньги и пустит их на какое-то благое дело, на то, чтобы накормить всех голодных и послать человечество во Вселенную, вот ждать этого светлого часа, конечно, можно и нужно, но вполне может оказаться, что человечество полетит в космос гораздо раньше, еще не добившись мирной жизни на нашей планете. Напомню, что первый человек в космос, только не в дальний космос, а в ближний, околоземный космос, полетел не благодаря миру на Земле, да, в это время был мир, не было мировой войны, уже, так сказать, несколько лет, это было в 61-м году, а полетел первый человек в космос, благодаря военной гонке, благодаря тому, что военные профинансировали создание ракетоносителя для доставки термоядерного заряда на территорию вероятного противника, только таким способом, по мнению военных, и надо сказать, они, видимо, были правы, можно было сохранить мир на нашей планете, потому что только, так сказать, под угрозой ответного удара эта страна, вероятный противник, не начала бомбардировку Советского Союза, несмотря на то, что вокруг Советского Союза были уже в больших количествах авиабазы с наличием ядерных боеприпасов и дальних бомбардировщиков, причем эти бомбардировки были бы безответными, поскольку советские бомбардировщики не могли достать до страны агрессора, и только наличие вот такой ракеты, способной доставить одну в скобках одну термоядерную боеголовку на территорию противника, вот этой одной ракеты было достаточно, чтобы, кстати, по ту сторону океанов всерьез задумались, а нужно ли нам эту, и оказалось, что наличие вот такой ракетоносителя достаточно, чтобы снять с вершины с верхней части этой ракеты термоядерную боеголовку, вместо нее поставить обитаемую капсулу и посадить туда человека, этим человеком стал Юрий Гагарин, полетевший с той самой стартовой площадки и на той самой ракете Р-7, которая изначально была сделана по военному, подчеркиваю, заказу, то есть не хотел бы, естественно, я этот случай описываю не как случай достойный того, чтобы всегда и всюду делать нечто подобное, но казус, который, вот, казалось бы, из тяжелой ситуации, которая возникла для нашей цивилизации, ситуации, при которой мы там балансировали на грани жизни и смерти, собственно говоря, мы опять примерно тем же самым сейчас занимаемся, но то, так сказать, отрицательное, не самое лучшее наше состояние, как казалось, мы умело, ну, мы воздадим все-таки должное одному конкретному человеку прозорливому, который использовал эту возможность в благих исторических целях, имя этого человека вы все знаете, Сергей Павлович Королев, дай бог, так сказать, чтобы подобные Королевы, подобными Королевами не оскуднела земля российская. Вполне может оказаться так, что вот сейчас в момент, когда все, большая часть людей говорит, да куда нам до звездоплавания, куда нам до полета в космос, тут бы там сохранить мир на всей планете, тут бы сыр пармезан купить, который исчез из прилавков, тут там зарплату, там зарплаты не хватает для всего и вся, а вы о всяких глупостях. Вот знаете, когда полетел, когда Королев на военной ракете запустил первого космонавта, тоже пармезан, не поверите, на прилавках не было, тоже сытых людей было гораздо меньше, чем сейчас, так что и ситуация, ну, может быть, была, не знаю, хуже или лучше, не мне судить, но уж точно, так сказать, не сильно лучше, чем ситуация сегодняшняя. Вот, и в заключение вот к теме, когда это произойдет, подчеркиваю, это может произойти гораздо раньше, чем нам всем кажется, я критерии определил, это очень четкие критерии, это может произойти там через 3-4-5-6-7 максимум лет после отмашки, которая может сделать только первое лицо какого-либо государства, одного из трех государств, по крайней мере, ведущих, Китай, Россия, США, если вот президент какой-либо страны скажет, все, мы летим, мы начинаем программу по полету на Марс или полету к звездам, то отчитайте вот несколько лет и после этого этот полет возможен. Вот такой, это критерии очень четкие, но с оговорками. Если такой акт будет сделан публично, пока публично ни один из трех президентов этого не сделал, хотя китайцы де-факто эту гонку к Марсу уже начали де-факто, просто, так сказать, громко об этом не заявили по международным каналам, оговорюсь, потому что по внутреннему китайскому телевидению я лично, находясь в Китае, это слышал своими, так сказать, собственными ушами, но удивлен, так сказать, что вовне Китая об этом почему-то либо не знают, либо упорно делают вид, что не замечают. Это первое условие, и второе условие вполне может оказаться так, что эта гонка произойдет тихо и незаметно, без всяких пафосных выступлений, внезапно, и мы, как бы сказать, будем поставлены перед фактом, правда, это условие требует того, чтобы этим занимались военными. Вот как минимум два варианта. И есть третье условие, которое я не касался совсем. Вот во время этой передачи я так или иначе говорил о возможностях человечества полета в космос, о том, когда мы полетим к дальним планетам и к дальним звездам, я говорил так, как будто мы одни во Вселенной. То есть мы единственные, неповторимые, и решаем задачу, так сказать, вот как космические сироты, только своими силами и только самостоятельно. Вот я хочу сейчас сделать паузу для одной вполне прагматичной задачи. Я хочу, чтобы радиослушатели подумали, а в случае если, ну, естественно, понятно, что большая часть радиослушателей и я, выступая на волнах замечательного этого радиоканала практически в каждой передаче подразумевала, что, конечно, мы не одни во Вселенной. Но сейчас я умудрился рассказывать о полетах в космос, вообще не касаясь темы внеземных цивилизаций. И вот теперь вопрос, если допустить, а, скорее всего, так сказать, мы допускаем, что другие цивилизации есть. Эта программа, этот полет, наш будущий полет или полеты, программа по полетам к далеким звездам и далеким космическим мирам, она ускорится или, наоборот, замедлится из-за того, что мы не одни во Вселенной. Вопрос неоднозначный, но как на него смотрят разные люди, мне было бы очень любопытно узнать. Хорошо. Ну, если мы касаемся уже неоднократно того, что мы не одни, во всяком случае, на этой земле, да, и переходим к тому, а не одиноки ли мы во Вселенной, то мне хочется так сказать, что, наверное, многим будет интересно, а кто нас слушает вообще, да, вот Российская Федерация 77 процентов, Украина около 7-9 процентов в зависимости от дней, Германия дальше, третье место, 5-4 процента, дальше идут американские штаты объединенные, то есть США в районе 3-4 процентов в зависимости от 5 дней, дальше идет Беларусь, это около 2 с небольшим процентом, а вот дальше очень интересно, наверное, мало кто догадается, Израиль, шестое место, около 1 процента. Итак, в общем-то, а сколько процентов наших замечательных друзей из Китая слушают нас. А Китай вообще здесь практически не представлен, из того, что я здесь вижу, 10-е место занимает Польша менее 1 процента, Казахстан чуть больше 1 процента, Киргизстан еще чуть-чуть больше, Румыния еще чуть-чуть больше, вот, ну, они за Израилем идут. Ну, будем считать, будем надеяться, что это из-за того, что в Китае сейчас глубокая ночь, хотя, конечно же, думать, что эта тема им неинтересна, точно я не буду. Ну, тем не менее, так сказать, будем надеяться, что мы этот вопрос сейчас, получается, обсудим не на уровне одной-единственной России, будем считать, что мы, конечно, неуполномочены, но обсуждаем этот вопрос на уровне человечества. На всякий случай международный контингент представлен, скажем так. Хорошо, итак, вопрос задан, этот полет или полеты ускорятся или наоборот отложатся, если учесть, что мы не одни во Вселенной или все-таки одни мы во Вселенной, в этом случае, вот ваше мнение, одни мы не одни во Вселенной, если не одни, то ускорит это или замедлит. Вот ваше мнение, наши радиослушатели, будет интересно. Ответы вы можете писать в чате Народнославянского радио и после небольшой паузы музыкальной мы будем ваши вопросы, вернее, ответы на этот вопрос озвучивать. И продолжая космическую тему, и был такой замечательный фильм, но он остается, «Большое космическое путешествие» с прекрасной очень музыкой, прекрасная там идея заложена. Кстати, она очень пересекается с тем, что ты рассказывал, что кто помнит суть, дети якобы полетели, а потом в конце фильма вылезают из какого-то канализационного люка где-нибудь там в центре Москвы. В общем-то, оказалось, что никуда они не летали, но так были смоделированы все условия, что они там себя проявляли, жили в коллективе, спасали там много чего, и в конечном итоге оказалось, что это всего лишь была имитация полета, и очень удачная имитация полета. Не путайте фильм с отроками вселенной и Москва-кассиопия. Итак, слушаем музыкальную паузу, немножечко отдыхаем, отвечаем на поставленный вопрос. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей сегодня, 7 сентября 2016 года среда, по одному из старинных 28-й день месяца завершения лета 7524-го седмица мы говорим про звездоплавание, а точнее с таким вопросом, а вы готовы лететь в далекий космос? Автор-соведущий Вадим Чернобров. Вот ты задал вопрос, а где Китай? Вот я специально расширил систему поиска до 50-ти, посмотрите, а где же тут все-таки может быть у нас Китай? И ты знаешь, 31-е место и слушают нас всего-навсего 10 человек оттуда. Из них 9 человек, я даже знаю в каком ведомстве работает. Ну, наш дружеский привет китайским братьям, я очень надеюсь, что все-таки к звездам мы полетим не соревнуясь с китайцами и американцами, а все-таки на одном большом человеческом корабле. Немного здесь у нас изменились обстановочка, Норвегия на седьмое место вошла, подвинула вниз Казахстан и Киргизстан, Латвия вышла чуть-чуть вверх, Польшу вниз опустила, несколько человек схитрили, не показывают свои IP-адреса около... Человек ли? Ну, не знаю, здесь достаточно большая цифра, такое количество получается, англичане подтянулись... Некое количество процентов неопознанных людей... Да-да-да, НЛО такое... Вот, Молдовия, подсерединился, Узбекистан, Канада, Эстония, но видим, что запад подтягивается, Швеция, Франция и так далее, Финляндия, Греция и так далее. В общем, не называю... Запад просыпается, нет, не называю специально, не называю специально... Россия уменьшилась, поскольку на Востоке там уже глубокая ночь с 70, сколько я говорил, там 70 с чем-то было процентов, до 68 упало, вот, так что Украина прибавила чуть-чуть. Ну, вот такая диспозиция, теперь давай посмотрим... Да, специально не называю количество, потому что опять количество у нас начинают придирки и могут быть неприятности, поэтому количество не называю. Обалденная музыка, такая, значит, реакция, напоминаю, что это Алексей Рыбников, песня «Млечный путь» из большого космического путешествия, фильм советских времен, очень интересный. Так, теперь, какие у нас поступили ответы? Можно короткий комментарий по поводу этой, действительно, великолепной, я считаю, одной из самых замечательных музык, мелодий всей моей жизни. Я, естественно, видел этот фильм, когда он вышел, а крайний раз его посмотрел в этом году, буквально пару месяцев назад, во время экспедиции по исследованию следов кругов на полях. Это было в Армавире Краснодарского края. Я этот фильм смотрел глубокой ночью и получил, естественно, снова огромное удовольствие. Но в этом фильме замечательной, замечательной музыки, музыка, есть финал, который мне очень не нравится, он совсем не, как бы сказать, не в моем духе, не хочу, как бы, пересказывать конец фильма, чтобы удовольствие не лишать тех, кто его еще не видел, но хочу сказать, если вас тоже огорчит этот финал, дождитесь послесловие. И там главное, заложенное в этом замечательном фильме о том, когда же, когда люди, мы с вами полетим к звездам, речь идет, напомню, о первом полете корабля звездолета Заря к звездам. Так вот, главное в этом фильме был, наверное, не сам фильм, а послесловие, который рассказывает молодой еще Алексей Архипович Леонов, космонавт наш, и главный пафос его о том, что ждите, это обязательно случится, да, это сейчас фантастика, но новые дети современные, ради которых этот фильм и сделан, вы будете участвовать в этой космической программе, ну, дети, которые выросли на этом фильме, уже взрослые, но, тем не менее, я надеюсь, даже пусть новые дети, так сказать, полетят к звездам, но это будет очень скоро, и, к слову сказать, еще маленький такой послесловие и одновременно объявление, 20-22 сентября, то есть, в этом месяце пройдет очередные целковские чтения в Калуге, чтения о космонавтике, среди среди прочего, там будет несколько докладов от членов космопоиска, и там будет наш доклад, докладчики Александров и Чернобров, и речь пойдет о формировании экипажей для дальних полетов, с учетом различных таких вот пафосных, может быть, рекомендаций от Циолковского и других, то есть, среди других, вот в том числе и наши представления о том, кто и как и когда полетит к звездам, формируют вот такие фильмы, то есть, такие фильмы делались, возможно, я не знаю, какая задача ставилась режиссеру, но тот, кто мыслит гораздо шире и гораздо дальше, чем режиссер, ставил этим фильмом задачу формировать нужное мнение, это очень важно, естественно, мы тем же самым сейчас занимаемся, хотя, конечно, у нашей передачи сейчас задача не только формировать общественное мнение, но есть и гораздо более прагматическая и гораздо более важная задача, причем задача не растянута в далеке будущее, задача рассчитана здесь и сейчас, но, что называется, кто понял, тот понял, кто не понял, может быть, в конце мы еще об этом скажем, а теперь, что же говорят люди вот по поводу нашего вопроса? люди говорят следующее, что Аркуенон на вопрос Вадима никак не повлияет, Данил пишет ответ на вопрос все зависит от нас, от наших деяний, Виталий из Эстонии нейтрально, Ярагор, если и помогут, то не на нашем уровне железо, вообще, судя по челленджерам или ченелингам, они ждут иного, перестройки нашего сознания и его полета, вот такие ответы, но я тоже немножечко прокомментирую, вот если обратить внимание, те фантастические фильмы, которые выходили в широкий прокат в Советском Союзе, они все были добрые, вот они все были направлены на то, что мы летим не как захватчики, а мы летим как спасители, помощники, открыватели, созидатели, и что самое интересное, вот эти два фильма, которые были упомянуты, «Отраки, вселенные», «Москва, кассиопия» и вот музыка из Большого космического путешествия, которая прозвучала, Алексея Рыбренкова, музыка, они были направлены именно на детей, и не то, что на детей фантастика, потому что все фильмы направлены так иначе на детей, вот эти, которые применялись, снимались в Советском Союзе, но именно с участием детей, а вот это, конечно, дорого стоит, это была пропаганда правильного, в хорошем смысле слова пропаганда, правильного взгляда не только на этот мир, но и тот мир, который нам неизвестен, то есть идти с добром, помогать, а не просто быть каким-то там захватчиком, вот это вот та идеология, которая в Советском Союзе мне очень всегда нравилась, и когда смотрим эти фильмы, вот ты сказал там, те дети взрослые, а в этом-то и заключается парадокс фильма, дети-то уже те взрослые, те, которые играли, артисты, они уже давным-давно взрослые, а может кто-то уже ушел из этого мира, но фильм-то остался, и его продолжают смотреть дети, а раз смотрят дети, значит у нас есть надежда на то, что все будет хорошо. Ну вот такие, значит, ответы я тебе озвучил, что ты по этому поводу скажешь? Что называется, у каждого, выскажившаяся, есть своя доля правды, безусловно, но я прежде всего согласен с теми, кто считает, что нельзя нам свои планы, конечно, во-первых, а, два основных тезиса, я хочу сказать. Нам надо, конечно, рассчитывать на свои силы, то есть тот, кто ждет помощи извне, ну, напоминает религиозного деятеля, который надеется на приход спасителя. Приход спасителя можно ждать тысячелетиями, и что называется, не факт, что он не состоится никогда, но есть большая вероятность, что вы лично этого не дождетесь, как показала практика, да простят меня... Пока показывает практика. Кстати, вот помнишь, да простят меня верующие. Да, помнишь, такая мудрость древняя, учитель, а долго мне ждать светлого будущего? Если ждать, то долго. Да, вот с такой постановкой задачи я согласен на все... И русская наша поговорка точно такая, на бога надейся, а сам-то не плашая, да, и... А еще более древние, боги помогают тому, кто делает, а не тому, кто сидит, бездействует. Вот это тоже... Наша мудрость. Куда ни копни, получается, что вне зависимости от того, одни мы или не одни, но пока мы сами не впряжемся в собственную телегу, которую сами же и создадим, пока эту телегу космическую не растолкаем до первой космической, потом второй, третьей и четвертой космической скорости, в общем, ничего хорошего нам не ждать. Это первая часть тезиса очень важного и вторая часть тезиса. Но правы и те, кто думает, что без оглядки свои действия мы выстраивать не можем, без оглядки на других. То есть делать обязаны мы все своими руками, если помогут, это, конечно, будет замечательно, но еще раз подчеркиваю, рассчитывать на это нельзя. Но при этом безоглядно действовать нам тоже категорически не следует. Значит, что касается первого, делать мы должны сами. То, что до сих пор человечество вполне бодро, адекватно, ну, относительно, конечно, адекватно двигалось на пути космического прогресса, то есть наших своих сил хватало. Ну, конечно, какие-то сторонники теории заговоров нам будут долго возражать, что кто-то там нас там подталкивал, кто-то извне, кто-то, наоборот, придерживал, кто-то расскажет трогательные истории, как нам якобы запрещали полеты, инопланетяне запрещали полеты к Луне. Я все хочу от сторонников этой теории дождаться простого вопроса. Кому конкретно они запрещали? То есть назовите организацию или фамилию, которому вот там прилетели и сказали, там, проклятые людишки, не смейте больше соваться на нашу Луну. Вот я никого не знаю из таких людей и могу предполагать, что звонили, наверное, инопланетяне непосредственно в редакцию телеканала, какого-нибудь нашего телеканала, который делал фильмы на эту тему. Не иначе. Ну, с одной стороны, да, как бы очевидного такого влияния контроля нет, ну, а если он есть, то, что называется, делается ненавязчиво и достаточно скромно, и все эти действия замаскированы под естественные, что называется, а что вы хотели, с другой стороны, действия высокоразвитых цивилизаций для дикарей вполне могут казаться естественными. То, что мы расцениваем, как там, естественный ход звездных процессов, как появление природных пульсаров, даже целые теории развернутые выдвинули, объясняющие, как эти самые пульсары появляются. Но как они так ловко появляются на тех местах, как будто специально расставленные для того, чтобы служить такими межзвездными GPS-навигаторами, это, так сказать, мы даже не пытаемся осмыслить, считая, что все это произошло случайно. Как Луна появилась на околоземной орбите случайным в кавычках случайным образом, тоже, так сказать, не особенно можем объяснить. Одним словом, многие действия, возможные действия в высокоразвитых цивилизаций, конечно, для нас не очевидны, и думать, что они обратятся к нам так же пафосно и так же, так сказать, гремя громом, молниями, сотрясая воздух какими-то божественными звуками, как это описывается в Библии. Если кто-то надеется на такой контакт, я, наверное, сильно разочарую. К сожалению, к такому контакту тяготеет Голливуд, на практике что-то вот с точки зрения современных контактеров, я не про челлинг, не сторонников челлинга, не про тех людей, которые хотят телепатической связи с внеземными цивилизациями, я про тех, кто случайно явился свидетелем посадок НЛО и даже, так сказать, каких-то возможных диалогов с этими самыми представителями тех, кто летает в этих самых НЛО. Вот, как правило, это происходит банально и совсем не по голливудским канонам, совсем не по библейским канонам, без всякого грома, молнии и прочих пафосных речей, но в любом случае отрицать саму возможность церковного влияния я не буду, но и доказывать спину рта, что все что у нас происходит это демол следствия какого-то внешнего контроля это, по-моему, еще большая глупость. По крайней мере, с моей личной, будем считать так, субъективной точки зрения, если есть какая-то высокоразвитая цивилизация, цивилизации и, во множественном числе, и они неравнодушны к нам, к молодой цивилизации, то с точки зрения хорошего, нормального, объективного, заинтересованного воспитателя, если они, кстати, ставят своей целью как-то курировать, воспитывать нас, было бы правильно дать нам возможность самим набивать свои шишки, как делает правильный воспитатель и правильный родитель, он не держит все время ребенка на привязи и не водит за ручку, он дает возможность ему побегать самому, набить шишки на всех нужных местах, его задача следить за тем, чтобы он себе бошку не расшиб и не дотянулся шаловливыми ручонками до спичек, чтобы не поджег, не дай бог, так сказать, комнату, но, а еще более умный воспитатель, даже даст эти спички в руки, только отведет на задний двор и даст возможность разжечь костер. У соседа где-нибудь. Нет, я шучу, да. Я хочу еще, еще хочу уточнить, я понял тебя, что умный этот не тот, который просто запрещает, тот, кто под своим контролем дает возможность все это проверить, чтобы это не нанесло ущерб окружающему, самому ребенку. Я еще хочу дополнить тому, что ты говоришь, что у нас здесь на Земле, вот так, если представить наш космический корабль с отсеками, в каждом отсеке есть представители разных видов людей, которые несколько друг от друга генетически отличаются. И у каждого из этих видов есть своя программа развития здесь на Земле. Вот это тоже надо учитывать. Поэтому, если, например, одним нужно пройти, ну, скажем так, вариант каменного века, шкур и лук с копьями, да, и дубинками друг другу бошки разбивать, это их уровень, скажем так, обучения, им нужно это пройти. Кому-то надо, может быть, какие-то ортодоксальные там религии, чтобы держать себя в жесткости какой-то, а кому-то пора уже собираться в путь-дорогу, как там в песенке пелось, да. Вот, поэтому это все тоже надо учитывать. и бывает так, что иногда вот эта вот излишняя толерантная демократическая основа, она пытается смешать людей различных уровней неразвития, а прохождения своего обучения здесь на Земле, и тем самым вносит некую сумятицу. Вот это тоже, на мой взгляд, необходимо учитывать. Вот, а теперь мы сейчас так теоретически, и я, и наш замечательный радиоведущий, потеоретизировали на тему может или не может там возможные внеземные цивилизации там на нас теоретически, так сказать, или практически воздействуют на ход нашего прогресса. А вот теперь пусть просыпаются любители математики, сейчас мы будем общаться с ними на языке цифр, что называется никаких эмоций, а только цифры, а что называется а выводы делайте сами, а цифры о чем? Ну, люди, работающие по программе сети, по поиску внеземных цивилизаций, естественно, хотят как-то систематизировать и оценить возможности там тех или иных цивилизаций, вводят понятия, классификации, научные классификации этих самых цивилизаций, там цивилизация первого порядка, второго, третьего, вот совсем недавно, там полторы, нет, не полторы, даже одну неделю назад, наверное, помните, информагентство сообщили о том, что наши радиоастрономы зафиксировали сигнал, пришедший с расстояния, примерно, около 100 световых лет, и, судя по мощности сигнала, там, сделали даже такой вывод, возможно, этот сигнал послала цивилизация второго типа, то есть, напомню, земля, земляне не дотягивают до цивилизации первого типа, цивилизация первого типа, это те, та цивилизация, которая использует энергию, всю энергию, которая падает на их планету с соседней звезды, ну, в данном случае солнца, вот, мы, оказывается, не используем еще до конца эту энергию, там, цивилизация второго типа, уже используют больше энергии, чем дает звезда ближайшая, то есть, добывают сами, вынуждены в поте лица добывать эту энергию, ну, кому интересно, почитайте дальше эту классификацию, я же ввожу искусственно во многом, точнее, не ввожу, а дорабатываю уже существую классификацию применительно к межзвездным полетам, я был вынужден пользоваться старой, всем известной и хорошо закременовавшей себя системе исчисления космических скоростей, то есть, я стал, говоря о возможности, о готовности там той или иной цивилизации путешествовать на звездных, межзвездных расстояниях, ну, так или иначе, на космических расстояниях, по большому счету, я решил воспользоваться старой, старой, так сказать, в кавычках, конечно, старой, этой системе не более полувека, система, использующая такое понятие, как первая, вторая и третья космическая скорость, единственное, что я расширил ее, добавив четвертую, пятую и шестую космические скорости, чтобы мы друг друга понимали, я напомню для радиослушателей, первая космическая скорость, это скорость, при которой любое тело может взлететь с поверхности Земли и выйти на околоземную орбиту, то есть, это минимальная скорость, ну, наверное, школьники, изучавшие астрономию в школе, знают эту скорость наизусть, 8 километров в секунду, точнее, 7,91 сотая километров в секунду, эта скорость, фактически, означающая, как только цивилизация эту скорость достигает, она автоматически становится космической цивилизацией, и мы этой цивилизацией стали, когда запустили первый спутник, вторая космическая скорость, это скорость ухода с земной орбиты, то есть, если вы хотите улететь с земли, не просто выйти на орбиту, а улететь за пределы земли, вам нужно выйти на вторую космическую скорость, это уже качественный, это следующий качественный переход, он означает переход к межпланетной космонавтике, то есть, от околоземной космонавтики к межпланетной дает возможность такого качественного скачка скорость 1,19 км в секунду. Третья космическая скорость – это скорость освобождения летательного аппарата из пределов Солнечной системы. Она равна 16,67 км в секунду. И наличие такой скорости, когда вы ее достигаете, позволяет вам совершить качественный скачок, выйти за пределы Солнечной системы. То есть это и есть межзвездная космонавтика. Но на этом классификация не останавливается. Я ввожу такое понятие. Четвертая космическая скорость – это скорость, необходимая для освобождения летательного аппарата из галактической области Солнца. То есть из той области в галактике, где мы находимся. В зависимости от расположения в галактике эта скорость изменяется. Но конкретно для нас она исчисляется как 360 км в секунду. Цифры, надеюсь, вы помните. Пятая космическая скорость – это скорость освобождения летательного аппарата из нашего скопления галактик. Не думайте, что нам до этого еще далеко. И эти цифры нас сильно не интересуют. Пока. Пока, да, но очень скоро. И это будет важно. И эта скорость, опять же, каждая скорость – это скорость, позволяющая совершить качественный переход. Не просто там увеличить на проценты свою скорость. А эта скорость, увеличивающая ваши возможности, вашу сферу влияния и вашу сферу экспансии. Одним словом, ваши силы на космическом поприще, космической экспансии. Значит, и эта скорость равна примерно, точно ее посчитать сейчас трудно, 500 км в секунду. И, наконец, шестая космическая скорость. Я допускаю, что будут там седьмая, восьмая и так далее. Просто до этого, кстати, еще дело не дошло. Шестая космическая скорость – это скорость релятивистского барьера. Это скорость, которая нам вот так может быть силой убеждения, может быть силой пафоса, силой эксперимента. Но, так или иначе, этот барьер в виде 299 800 км в секунду, барьер, который называется релятивистским, для нас он пока обозначен как конечный. То есть, пересечь этот барьер, согласно старой физике, невозможно. Согласно новой физике, кстати, не только возможно, но это рано или поздно будет сделано. И в случае, если этот барьер будет перейден, а он, например, будет перейден автоматически, как только будет решена проблема телепортации. В этом случае, как бы сказать, и шестая космическая скорость станет подвластными. Так вот, подчеркиваю, каждая из этих скоростей, о которых я сейчас говорю, дает возможность качественного перехода для той или иной цивилизации. У Циолковского, на которого мы часто ссылаемся, часто имеем в виду, говоря о космическом развитии человечества, у Циолковского есть своя градация, но она не имеет четкой цифровой привязки, привязки к цифрам. У него есть знаменитый план Циолковского, как будет развиваться цивилизация. Кому интересно, обязательно почитайте. И надо сказать, к величайшему удивлению современников Циолковского, которые жили в те времена, как им казалось, задолго до начала космической эры, сам Циолковский считал, что после его смерти пройдет там, наверное, целый век, прежде чем будет запущен первый спутник. Но оказалось, что первый спутник запустили еще два десятилетия, не прошло после смерти. То есть очень быстро. И космонавтика внезапно стала развиваться и до сих пор развивается по плану Циолковского, по плану человека, который умер за два десятилетия до космической эры. А между тем, так сказать, мы из этого плана не выходим. Этот план состоит из 16 пунктов. И мы сейчас, если мне не изменяет память, находимся где-то посредине. Мы реализовали половину из этих пунктов. По-моему, мы на восьмом пункте. Соответственно, звездоплавание – это пункты 9+. Мы, что называется, вплотную подошли к этому. Но сейчас я для того, чтобы вы оценили возможные сроки и возможную степень внешнего влияния на наш прогрессорский, прогрессорское развитие нашей цивилизации. Вот для этого, для этой качественной, не субъективной, а объективной оценки мне понадобилось вводить цифры. Я их искусственно ввел. С ними можно спорить или не спорить. Можно их принимать. Можно, так сказать, предлагать какие-то свои цифры. Но если следовать тем, что предлагаю я, легко понять, сколько времени требовалось человечеству для перехода на новый уровень. Я поставил шесть ступеней. Мы сейчас, на какой ступени мы сейчас с вами находимся. Первую ступень мы преодолели для беспилотников в 57-м году. Это полет первого спутника. 4 октября будем праздновать очередной юбилей начала космической эры для беспилотных космических аппаратов. Для пилотируемых аппаратов эта эра наступила спустя 4 года. 12 апреля 61-го года. Вот запомните, пожалуйста, эту цифру. То есть сначала, что вполне объяснимо и вполне справедливо, человечество впереди себя, ну, есть понятие, поперек батьки в пекло не лезть, поперек батьки в пекло пускали роботов. И правильно делали. Сначала, так сказать, на роботах, потом на собачках смотрели, насколько безопасно, а потом пускали туда человека. И вот первым, на первый уровень, конечно, вышел робот спутник-1. А вторым, спустя 4 года, вышел человек Юрий Гагарин. Напомню еще раз, запомните эту цифру. Спустя 4 года. Вторая ступень, второй уровень качественный, на который наша цивилизация вышла. Значит, для беспилотников первым эту ступень преодолел 2 января 59-го года автоматическая станция Луна-1. Именно она впервые набрала вторую космическую скорость. Первым человеком, который преодолел этот барьер и вышел за пределы первой космической скорости, на вторую космическую скорость стал экипаж Аполлона-8. Это он сделал в 68-м году. Через, посчитаем, легко посчитать, через 9 лет после беспилотников. То есть, иными словами, первая и вторая ступень, можно сказать, конечно, что с небольшим опозданием люди следовали вслед за своими роботами, вслед за своими беспилотниками. На первую ступень беспилотники лидировали на 4 года, на второй ступени лидировали на 9 лет. Вышли беспилотники и на третью ступень. Первым это сделал 3 марта 72-го года космический аппарат Пионер-10. Именно он набрал скорость свыше 14 километров в секунду. Вторая космическая скорость. И вот с этого момента, с 72-го года, напомню, эта скорость позволяет цивилизации считаться, цивилизации межзвездного или звездоплавательного уровня. Именно эта скорость позволяет летать межзвезд. И для кого-то, может быть, мои слова являются сюрпризом. Кто-то, может, просто не задумывался над этим. Но человечество на уровне беспилотников уже вышло на уровень звездоплавания в 72-м году. Страшно даже считать, сколько лет назад. Страшно считать, потому что, с точки зрения вот этой системы, о которой я говорю, пилотируемые корабли запаздывают уже безнадежно. То есть, в первых на двух ступенях они опаздывали на 4, а потом на 9 лет. А во втором, а на третьем уровне они уже опоздали, но скоро будет на полвека. И это опоздание, естественно, растет, растет и растет. Возникает вопрос, почему произошел такой резкий прогиб? Он резко просела, вот эта наша звездная космическая экспансия. Почему она не происходила с прежними пионерскими темпами? Почему человечество, человек не полетел к звездам спустя 4 года после этого события? Или спустя 9 лет? Или хотя бы 20 лет? Ну, хотя бы 30? Там уже менее пафосным голосом, хочу сказать. Ну, хотя бы через 40 лет после этого. Но даже и этого не случится, и не случится даже спустя полвека. И мало того, после этих грандиозных пусков пионерских и вояджеровских, было всего 4 пуска со скоростями, с третьей космической скорости, человечество после 70-х годов не делает такие пуски ни для беспилотников, ни для пилотируемых кораблей. То есть, иными словами, наша звездная экспансия, наша космическая экспансия остановилась на уровне 72-го года. С тех пор принципиально наш звездный статус или наш звездоплавательный статус не увеличился. Мало того, в силу того, что запуски беспилотников прекратились, он откатился назад. То есть, сейчас мы не можем с пафосом сказать, что наша цивилизация находится на третьей ступени звездоплавательной градации. Мы опять заняли, стабильно заняли вторую позицию, и выше второй не особенно, так сказать, поднимаемся. Ну, я бы так еще добавил, в пилотируемых полетах мы на первой ступени, а в беспилотных полетах мы на второй ступени. И о третьей ступени, уже достигнув ее в 70-х годах, мы больше не появлялись. Вопрос, почему произошел такое резкое падение, приведшее к тому, что уже почти полувека мы находимся в космической стагнации. Значит, я с удовольствием могу выслушать, конечно, мнения и радиослушателей, и мнения историков, которые разложат все по полочкам. И, конечно же, с удовольствием я слушал и еще могу послушать наших замечательных экономистов, которые обосновывают все и вся, и посчитают там с цифрами убедительными, что эти запуски нерентабельны, они не приносят дохода в ближайшей перспективе. И в далекой перспективе вообще непонятно, что они принесут, и принесут ли, так сказать, в принципе что-либо. Все это, естественно, очень убедительно, очень замечательно, и каждый, так сказать, из таких доводов достойный внимания. Но главное, ради чего я эти цифры, так сказать, привел, к тому они дают убедительное основание считать, что стагнация, о которой, может быть, неприятно говорить, ну, действительно, а что тут веселого, что тут положительного и позитивного, но кому-то надо произнести это слово, и кому-то надо, так сказать, честно подытожить наши успехи, не выражающиеся, не в производстве, там, растворяющиеся втулок туалетной бумаги, а вот в конкретных цифрах, которые позволяют нам понимать свое положение в межзвездном статусе. Оно таково, каково есть, и кто-то может посчитать, что произошло все по причине, вся причина находится в нас самих, мы сами виноваты, мы сами опустились на этот уровень, мы сами растеряли достояние завоевания наших отцов, кто-то, сторонники, там, внешнего заговора скажут, во всем виноваты, там, проклятые империалисты, которые тратят, там, безумные капиталы на какие-то свои еще более безумные военные прожекты, кто-то не менее, так сказать, убедительно скажет, во всем виноваты, там, инопланетяне внеземной цивилизации, которые нас контролируют, и понимают, что выйти нам на третий уровень, на котором мы находили в 70-х годах, и держаться на третьем уровне опасно до тех пор, для них опасно, прежде всего, для них, до тех пор, пока мы все еще агрессивны, и это правда, потому что сколько бы мы не убивали себе подобных на нашей замечательной планете, сколько бы не совершали злодейских войн, и не сметали бы, там, целые государства и целые народы с лица нашей планеты, но пока мы не вышли на третий уровень, на третий уровень вот в этой градации, мы не представляем угрозы для внеземных цивилизаций. Наша угроза начинается не с того момента, когда мы впервые овладели ядерным оружием, или лазерным оружием, или там иным каким-то там самым злодейским оружием, там, никогда в руки взяли луки и стрелы, никогда в руки взяли красную ядерную кнопку. Угрозу для внеземных цивилизаций мы начинаем представлять с того момента, когда выходим на третий уровень. Мы вышли на него в 70-х годах, и, судя по всему, вышли опережающими темпами в тот момент, когда наше сознание, так сказать, запаздывало до аналогичного роста, и вполне, так сказать, закономерно, случайно, давайте это слово «случайно» обозначим в кавычках, потому что я не знаю, то ли реально случайно, то ли, как бы, это было под чужим контролем, но получилось так, как будто бы, так сказать, это было сделано во благо нашим соседям, во благо тем, кто нас курирует. Нас, слава богу, не ударили по рукам, не прибили за, так сказать, нас как потенциальных агрессоров, а мы со своим дурацким менталитетом захватническим, получив возможность выйти на третий уровень, естественно, свой менталитет перенесли бы и на межзвездные расстояния. Автоматически, даже без вариантов. Даже, так сказать, не собираюсь ни с кем спорить, заранее зная, что победили бы в этом случае не такие пафосные, замечательные и романтические идеи а-ля вот как в том замечательном фильме «Музыку», из которого мы прослушали, а победили наверняка идеи из других фильмов, которые выходили одновременно в это же время, вот случайно это или нет, пусть люди подумают, но это время выходов таких замечательных, в кавычках, блокбастеров, как «Звездные войны», название которых стало просто нарицательным и позже этим названием именовали программы «СОИ» и другие космические оборонительные и наступательные программы. Так или иначе, вот в этот момент, в 70-е годы и по сию пору, прошло полвека принципиально ничего не изменилось, по сию пору мы все еще агрессивны. И все еще и как следствие имеем красный свет на светофоре, таком виртуальном светофоре, конечно, этот красный свет не позволяет нам двигаться, снова вернуться на третью ступень. То есть уточняю свою позицию. Я сейчас ровным счетом не утверждал, что некие внеземные цивилизации из благих побуждений для нас, подчеркиваю, это действительно благие побуждения, потому что если бы были побуждения менее благие, нас бы просто уничтожили. А третьего варианта, это два варианта позитивные, нам включили временно красный свет и вернули на второй уровень до тех пор, пока мы морально не дорастем для того, чтобы снова вернуться на третий. Негативный вариант, это нас уничтожить, как бы нет агрессивной цивилизации и нет проблем. Третий вариант, никак не воздействовать на нас и пустить дело на самотек, вообще самоубийственное. Потому что как только нас пустишь, как только нас или иную агрессивную воинственную цивилизацию пустишь на третий уровень, моментально получаешь «Звездные войны» во всей своей красе. Не кино «Звездные войны», а реальные «Звездные войны» со всеми вытекающими отсюда, так сказать, подробностями. Я думаю, что такого допускать ни в коем случае нельзя. Именно такими же разумными, вполне прагматическими целями руководствуются Организации Объединенных Наций и другие международные организации, которые, например, де-юро запрещают новым государствам входить в ядерный клуб. То есть, те, кто успел в ядерной гонке заполучить свое ядерное оружие, тех уже не разоружишь. А вот со всеми остальными, ну их нафиг, новых, как бы сказать, ядерных владельцев лучше не плодить. И вот договорились, что хотя бы новых давайте не будем пускать, старых уже не удержать. А новых для предотвращения вот этого ядерного хаоса когда мало на земле владельцев ядерного оружия, теоретически есть возможность договориться. Когда их много, эта теоретическая возможность тает. Достаточно быть одному придурку с ядерной кнопкой и, так сказать, взлетят на воздух все. Но когда там среди ядерных владельцев там 5-10 владельцев, это одно, а когда 50 или 500, эта ситуация совсем другая. Вот я думаю, что в космосе, во Вселенной, скорее всего, ситуация схожая с ситуацией на Земле. Наверняка, конечно, безумные цивилизации кроме нас есть во Вселенной, но то, что они не прилетают к нам и не бомбят термоядерно-гравитационными бомбами, не стирают нас с лица Земли и не превращают в реальность там разные голливудские страшилки, это говорит о том, что, скорее всего, либо их нет, ну, тогда, как бы, страдает теория вероятности. Теория вероятности наверняка не есть. Ну, а если так, то вероятен, скорее всего, ответ. Они есть, но они находятся не на третьем уровне. С третьим уровнем мы бы видели их здесь, к счастью. Возможно, это было бы последнее, что мы увидели. Раз мы этого не видим, значит, либо их нет, либо они все на втором и первом, а может быть, даже на нулевом уровне. Одним словом, отсюда вывод и резюме. Пока мы не выйдем на третий уровень, говорить о межзвездных каких-то полетах невозможно. А выйдем мы на этот уровень, либо тогда, когда станем реально цивилизованными, реально гуманными, либо если это произойдет, что называется, внезапно и неконтролируемо. Ну, как подсказать, не хочу подсказывать, как это сделать, но теоретически это можно, наверное, сделать, поскольку контроль, он не всесилен, и наверняка, так сказать, можно его обойти. Вот только, естественно, как вы понимаете, никто из нас, из гуманных людей, никто из цивилизованных людей в этом не заинтересован. Если мы хотим войти в космический клуб с парадного входа, как достойные среди равных, и равных среди достойных, будьте любезны выходить на третий уровень с высокими гуманистическими мотивами. Вот для этого вспомните, чему учил нас замечательный фильм, песню из которого мы слышали несколько минут назад. Если мы хотим войти с черного хода, как ворваться, как ковбой в бар со стороны барной стойки, стреляя с обоих рук, такое можно сделать, и в некоторых голливудских верстанах это даже заканчивается не гибелью главного героя. То есть это можно сделать, не получив дырку во лбу. Очень быстро и гарантированно, поскольку в баре ты не единственный, у кого есть кольт. Поэтому если у нас желание попасть на третий уровень, утвердиться на третьем уровне, не по сценарию фильма «Отроки во вселенной» или «Через тернии к звездам», или еще что-то в стиле «Туманности Андромеды», в стиле гуманной экспансии и гуманного прогрессорства, тогда нам надо запастись терпением. Если нам хочется пинком открыть дверь, одновременно стреляя с двух рук, тогда вперед и с песней. Я отодвинусь и посмотрю со стороны, как это будет выглядеть. Одним словом, запасемся терпением, с одной стороны, но ждать, как вы понимаете, я не предлагал. Справедливо напоминаю, что несколько минут назад вам напомнили старую притчу. Если ждать прихода эры звездоплавни, то ждать придется долго. Если не ждать, а может быть не дожидаясь, когда все станут гуманными, белыми и пушистыми, но как-то попытаться продвинуться дальше в этом направлении, какие-то предложения, какие-то мысли на этот счет, безусловно, есть. В этом году, в июне месяце, у нас прошел первый слет, ну, можно сказать, что он первый блинкомом, но какие-то вопросы в нем решались, какие-то вопросы еще будут решаться. В этом году в России создается, создается, еще не создано, но создается конструкторское бюро, работающее на этой звездоплавательной ниве, на каком уровне оно будет создано, то ли на уровне общественной организации или на уровне общественной организации, плюс какие-то спонсорские наивливания. Этот вопрос, так сказать, пока не ясен. Место базирования сейчас обсуждается, это может быть либо московская, либо калининградская, либо ленинградская, либо калужские области. Вот, видите, выбор есть, и есть выбор, как бы сказать, не нулевой, и это означает, что ситуация вовсе не кажется всем фантастической, и, ну, тут любые предложения, кроме безумных, так сказать, предпринимаются, как это будет в реальности воплощено в жизнь, и будет ли воплощено в жизнь, удастся ли обойти вот все эти препоны, о которых мы говорили, о которых не говорили. Разумеется, много вопросов, на которые ни я, ни кто другой пока не знает ответов, но, как во многих других притчах говорится, пока не сделаешь первый шаг, я и предлагаю делать совместно эти самые первые шаги, не узнаешь, насколько далека эта дорога. Вот, так что, не уверен, что наша цивилизация уже дозрела до уровня третьей ступени, до уровня четвертого уровня, до девятого уровня по Циолковскому, или до третьей ступени по вышеупомянутой градации, но поскольку нам надо делать этот шаг, давайте делать этот шаг вместе. Ну, с вашего позволения, я высказался, и если среди наших радиослушателей есть те, кто имеет вопросы и свои дополнения, мы, наверное, с удовольствием на эту тему еще поговорим, пока окончательно не уснули наши восточные государства, восточные земли, к востоку от радиостанции вещания. Но, надеюсь, так сказать, мы продолжим этот разговор с теми, кто еще не уснул западнее радиостанции нашего вещания. Слова «если и надеюсь» тут не подходят, потому что вопросов много. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.